Чарльз Роберт Мэтьюрин, Мельмоттский талец, роман. Перевод с английского Шадрина. Второе издание, серия «Литературные памятники», Москва, издательство «Наука», 1983 год. Книга первая. Глава первая. Эпиграф. Он жив еще? Так покажи мне, где он? Я тысячи отдам, чтоб только глянуть. Шекспир. Осенью 1816 года Джон Мельмотт, студент Дублинского Тринити колледжа, поехал к умирающему дяде, средоточив всех его надежд на независимое положение в свете. Джон был сиротой, сыном младшего из братьев. Скудных отцовских средств едва хватало, чтобы оплатить его пребывание в колледже. Дядя же был богат, холост и стар. И Джон с детства был приучен смотреть на него с тем противоречивым чувством, притягательным и вместе с тем отталкивающим, когда страх смешивается с желанием. Так мы обычно смотрим на человека, который, по уверению наших нянек, слуг и родителей, держит в руках все нити нашей жизни и в любую минуту властен либо продлить их, либо порвать. Джона вызвали в усадьбу, и ему пришлось незамедлительно отправиться в путь. Красота местности, по которой он проезжал, это было графство Виклоу, не в силах было отвлечь его от тягостных мыслей. Иные из них были связаны с его прошлым, большинство же относилось к будущему. Причуды дяди, угрюмый его нрав, странные слухи, ходившие по поводу его многолетней затворнической жизни, ощущение собственной зависимости от этого человека, все это стучалось в его мозг тяжелыми назойливыми ударами. Для того, чтобы отогнать их, он старался приободриться, выпрямлялся на своем месте в почтовой карете, где он был единственным пассажиром, выглядывал в окно, смотрел на часы, ему казалось, что на какое-то мгновение он освобождается от всех этих неотвязных мыслей, но образовавшуюся вдруг пустоту нечем было заполнить, и тогда ему невольно приходило снова приглашать их себе в спутники. Когда человек так настойчиво сам зазывает к себе врагов, то неудивительно, что они очень скоро одерживают над ним победу. И чем ближе он подъезжал к лоджу, так именовалось поместье старого Мелмота, тем тяжелее становилось у него на душе. Воспоминания об этом страшном дяде начинались с самого раннего детства, когда мальчику то и дело приходилось выслушивать бесчисленные наставления, ничем не докучать дядюшке, не подходить слишком близко, не задавать никаких вопросов, ни при каких обстоятельствах не перекладывать с раз и навсегда отведенных для них мест табакерку, колокольчик и очки, не допускать, чтобы блеск золотого набалдашника дядюшкиной трости ввел его в смертный грех взять ее в руки и, наконец, быть до чрезвычайности осторожным и, совершая опасный переход до середины комнаты и обратно, не натолкнуться на груды книг, глобусы, кипы старых газет, болванки для париков, трубки и табакерки, не говоря уже о подводных камнях в виде мышеловок и нагромождений, покрытых плесенью книг под креслами, и не забыть отвесить последний почтительный поклон, уже стоя в дверях, после чего осторожно и неслышно закрыть их и спуститься вниз по лестнице, едва касаясь ногами ступенек. Вслед за тем ему вспомнились школьные годы, когда на Рождество и на Пасху за ним посылали лохматого пони, над которым потешалась вся школа, и он без всякой охоты ехал в лодж, где ему целые дни приходилось просиживать наедине с дядюшкой, не говоря ни слова и не шевелясь до тех пор, пока фигуры их не начинали походить на Дона Раймонда и на призрак Беатрисы из Монаха, а потом смотреть, как тот вылавливает тощие бараньи кости из миски с жиденьким супом, остатки которого он протягивал племяннику с совершенно излишним уже предостережением не есть больше, чем захочется. После этого Джона поспешно отправляли спать, еще засветло, даже в зимнее время, чтобы понапрасну не жечь огарка свечи, и ему приходилось лежать без сна, терзаемому голодом, пока не било восемь часов, и дядюшка не уходил к себе, чтобы лечь. Это служило сигналом для управительницы, ведавшей незатейливым хозяйством старика, и та прокрадывалась к мальчику, чтобы поделиться с ним крохами своего жалкого обеда, причем после каждого куска шепотом предостерегала его, чтобы он как-нибудь не проговорился дяде об ее щедротах. Потом потянулись воспоминания о жизни в колледже, в низенькой, расположенной в глубине двора коморки, под самой крышей жизни, которая ни разу даже не была скрашена приглашением приехать в усадьбу. Тоскливые летние дни, когда он бродил по пустынным улицам, ибо дяде совсем не хотелось тратить лишние деньги и брать его на лето домой, старик напоминал о себе только приходившими раз в три месяца письмами, в которых, наряду с оскудным, но регулярно посылаемым вспомоществованием, содержались жалобы на то, что обучение племянника обходится очень дорого, предостережение против всякого рода расточительности и сетывания на то, что арендаторы не платят вовремя податей и что цены на землю падают. Все эти воспоминания нахлынули на него сейчас, а вслед за ними живо вспомнился и последний разговор с отцом, когда тот, умирая, наказал ему во всем полагаться на дядю. «Джон, бедный мой мальчик, я оставляю тебя. Господу угодно прибрать к себе твоего отца, прежде чем он успел сделать все то, что облегчило бы теперь его последние часы. Джон, во всех делах тебе придется слушаться дяди. У него есть свои странности, и он человек больной, но ты должен привыкнуть мириться со всем этим, да и со многим другим, как тебе вскоре доведется увидеть. А теперь, бедный мой мальчик, да утешит тебя в твоем горе отец всех сирот, и да пошлет он тебе расположение дяди». Едва только Джон вспомнил свое прощание с отцом, как глаза его наполнились слезами, он поспешил утереть их. В это время карета остановилась у ворот усадьбы. Он вышел из нее с узелком в руке. Там была смена белья, единственное, что он захватил с собой, и, подойдя к воротам, увидел, что сторожка привратника окончательно развалилась. Из соседнего помещения выскочил босоногой мальчишка и отворил то, что некогда было воротами, а теперь всего-навсего несколькими досками, державшимися на единственной петле и избитыми так небрежно, что при сильном ветре они хлопали точно вывеска. Эти неподатливые доски, уступившие, наконец, силе Джона и его босоногого помощника, тяжело проскрежетали по гравию и грязи, оставив после себя глубокую и топкую борозду. Путь был открыт. Джон стал шарить в кармане, ища какую-либо мелкую монету, чтобы вознаградить мальчишку за его труды. Но ничего не нащупав, пошел вперед. Мальчишка же в это время прокладывал ему дорогу, прыгая то в одну, то в другую сторону, окунаясь в грязь, как утка, находя в этом удовольствие и, вероятно, не менее гордый своим лихачеством, нежели тем, что сослужил службу джентльмену. Идя в молчание по грязной дороге, некогда бывший въездом во двор при тусклом свете осенних сумерек, Джон заметил, до какой степени все переменилось с тех пор, как он был здесь последний раз. На всем лежала печать крайнего запустения. С каждым шагом он все больше убеждался, что это уже не просто скудость, как то было раньше, а беспросветная нищета. Никакой ограды или изгороди. Вокруг тянулась стена, сложенная из ничем не скрепленных камней со множеством щелей, из которых торчали колючки и дрог. Ни деревца, ни кустика на газоне, да и самый газон превратился в пастбище, где овцы отыскивали себе жалкое пропитание среди камней, комьев, глины и чертополоха, и где только изредка пробивались пожелтевшие хилые травинки. Господский дом резко выделялся даже на фоне вечернего сумрачного неба. По бокам не было ни флигелей, ни служб, ни кустарника, ни деревьев, которые давали бы тень и сколько-нибудь смягчали суровые очертания фасада. Печально посмотрев на заросшие травою ступеньки и заколоченные окна, Джон собрался с духом и решил постучать в дверь. Однако молотка на месте не оказалось. Вокруг в изобилии были разбросаны камни. Взяв один из них, Джон принялся изо всей силы колотить в дверь, пока в ответ не послышался неистовый лай сторожевого пса, который, казалось, вот-вот сорвется с цепи. Его дикие завывания, горящие глаза и оскал зубов, в которых угадывались и голод, и ярость, заставили Джона снять осаду дверей и вместо этого избрать иную, хорошо знакомую ему дорогу, которая вела на кухню. В окне горел огонек. Джон нерешительно приотворил дверь, но стоило ему бросить взгляд на собравшуюся на кухне компанию, как он сразу же направился вперед уверенным шагом человека, который не сомневается, что его приветливо встретит. В очаге ярким пламенем полыхал торф, и одно это говорило уже о том, что хозяин дома за ним мог, ибо он скорее бы сам бросился в огонь, чем допустил, чтобы туда кинули сразу целый киш. Вокруг очага сидели старая управительница и несколько прихлебателей людей, которые привыкли есть, пить и бездельничать на каждой кухне в округе, приключить в доме какое горе или радость, и все ради их милости. И в знак уважения к хозяину дома и его семье и старуха, в которой Джон сразу узнал лекарку о круге. Эта иссохшаяся вилла поддерживала свое жалкое существование, извлекая выгоду из суеверий, невежества и мучений существ столь же жалких, как и она сама. Попадая к людям знатным, а ей иногда удавалось проникнуть в их семьи через прислугу, она применяла известные ей целебные травы, и, будучи довольно искусно в своем ремесле, порою кого-нибудь и вылечивала. Когда же ей приходилось иметь дело с простолюдинами, она пускалась обычно в продолжительные разглагольствования касательно дурного глаза, хвастая тем, что знает против него надежное средство. При этом она трясла своей седой головой, и развивающиеся волосы делали ее до такой степени похожей на ведьму, что ей всякий раз удавалось передать наполовину запуганным, наполовину поверившим ей людям некую долю воодушевленности, качества, которым она в значительной степени была наделена, при том, что сама она, разумеется, понимала, что это обман. Когда же положение больного становилось безнадежным, терпению доверчивых людей наступал предел, и надежда уходила вместе с угасавшей жизнью, она заставляла своего несчастного пациента признаться, что у него есть грех на душе, и как только добивалась от него этого признания, что стоило ей не очень большого труда, ибо чаще всего это был человек темный и бедный, и притом изнемогавший от мук, она принималась кивать головой и так таинственно что-то нашептывать, что у присутствующих не оставалось сомнения в том, что она действительно столкнулась с такими трудностями, одолеть которые смертному не под силу. А когда больных не было, и у нее не находилась предлога посещать ни господскую кухню, ни лачугу бедняка, когда несокрушимое здоровье всех ее земляков угрожало ей голодом, в ее распоряжении оставалось еще одно средство. Если нельзя было укоротить ничью жизнь, можно было предсказывать людям будущее, прибегая для этого к заклинаниям и всякого рода чудодейственным средствам, к тем, что находятся за пределами нашего разумения, никто не умел так, как она, сплести магическую нить и положить ее потом в яму, где гасят известь, на краю которой стоял тот, кто хотел узнать свое будущее, дрожа от страха и не зная, чей голос ответит ему на вопрос, кто это держит нить, любимой или девушки или самого дьявола. Никто не знал, так как она место, где сливаются четыре потока и куда глубокую ночью надо было окунуть рубашку, а потом развесить ее перед огнем во имя того, кого мы не осмеливаем сопоминать в благовоспитанном обществе, дабы под утро из-под этой рубашки объявился суженный. Никто, кроме нее, так она утверждала сама, не ведал, в какой руке надо держать гребень, пока другою подносишь яблоко ко рту, чтобы в это мгновение в зеркале, в которое глядится девушка, промелькнула призрачная тень жениха. Никто так искусно и так старательно не удалял все железные изделия из кухни, где жертвы ее колдовских чар, запуганные ею и легковерные, обычно исполняли весь этот ритуал, дабы на место привлекательного юношей с золотым перстнем на белом пальце возле кухонного стола, не появилась фигура без головы, не схватила длинный вертел, а если бы такового не оказалось, лежавшую возле очага кочергу, и не стало бы безжалостно измерять рост спящий, чтобы сколотить для нее гроб. Словом, никто лучше нее не умел истерзать и напугать свои жертвы, вселив в них веру в таинственную силу, которая может самых крепких людей превратить в самых хилых и слабых, и не раз уже превращала. Ведь именно под действием этой силы лорд Литтлтон, человек высокообразованный и скептически настроенный, перед смертью корчился и стонал, искрежетал зубами, совсем как-то несчастная девчонка, которой померещилось, что к ней забрался вампир, которая кричала, что по ночам ее собственный дед высасывает из нее кровь и в конце концов умерла, не вынеся ужасов, которые сама же себе внушила. Вот какова была та, кому старый Мелмот поручил все заботы о себе, наполовину из легковерия, но главным образом из скупости. Джон оглядел собравшихся на кухне людей. Кое-кого он узнал, они по большей части были ему неприятны, и он понимал, что ни на кого из них нельзя положиться. Старая управительница встретила его сердечно. Он и теперь, по ее словам, оставался для нее белокурым мальчиком, кстати сказать, волосы его были черны, как смоль, и она попыталась поднять свою изрытую морщинами руку, то ли чтобы благословить его, то ли чтобы ласково погладить, что оказалось с делом чрезвычайно трудным. Она убедилась, что с тех пор, как она последний раз гладила его по голове, голова эта поднялась дюймов на четырнадцать. Едва только Джон показался на пороге, как сидевшие на кухне мужчины с присущей ирландцем почтительностью по отношению к лицам высокого звания, все как один поднялись с мест. Табуретки их, раздвигаясь, загрохотали о разбитые плиты пола, и они приветствовали их милость по желаниям здравствовать тысячу лет, и еще долго потом, и спросили, не выпьют ли их милость малую толику, чтобы тоску разогнать. При этих словах к нему сразу же протянулось пять или шесть красных и костлявых рук со стаканами виски. Тем временем иссохшаяся вила сидела молча в пустынном углу возле очага, и только из ее трубки потянулись еще более густые клубы дыма. Джон учтиво отказался от предложенного ему горячительного, очень сердечно выслушал все излияния управительницы и недоверчиво посмотрел на старую коргу, занявшую весь угол у очага, после чего перевел взгляд на стол, где на этот раз стояла совсем иная еда, нежели та, какую он привык видеть, когда их милость распоряжался всем в доме. На деревянном блюде картофеля было навалено столько, сколько старый мелмот ухитрился бы растянуть на целую неделю. Рядом красовалась соленая лососина, роскошь в те времена недоступная даже для Лондона. Была там также свежая телятина, соседствовавшая с рубцами, и в довершение всего еще омары и жареный палтус. Последнее может служить подтверждением того, что автор рассказывает су-перикулу на свой страх и риск о своем деде, который был деканом в Килоле, когда старику приходилось нанимать в дом служанок, те ставили непременным условием, чтобы палтусом и омарами их кормили не чаще двух раз в неделю. Стояли там также бутылки виклоусского эля, загодя и тайком извлеченные из погреба их милости. Это было вообще их первое появление на кухне, и они бурно выражали свое нетерпение, пенис и шипя от близости огня, который подстрекал их на бунт. Виски же, явно незаконный самогон, припахивающий сорными травами и дымом и отдающий духом презрение к акцизным чиновникам, было казалось настоящим амфитрионом этого пиршества. Каждый расточал ему похвалы и с не меньшим восторгом его вкушал. Когда Джон оглядел находившееся перед ним общество и подумал об умирающем дяде, ему невольно припомнила сцена, последовавшая за кончиною Дон Кихота, когда сколь не была велика печаль, причиненная смертью достойного рыцаря, племянница его, как мы узнаем из романа, съела, однако, все, что ей было подано. У правительницы выпила за упокой души умершего, и даже Санчо, и тот усладил свое чрево. Ответив, как мог, на приветствие всей компании, Джон спросил, как себя чувствует дядя. Хуже некуда. Куда лучше, благодарствуем вашей милости, выпалили собутыльники столь стремительно и таким нестройным хором, что Джон только и делал, чтоб поворачивался от одного к другому, не зная, кому и верить. Хворь-то у него, говорят, началась с перепугу, прошептал парень, футов шести ростом. Шепот этот перешел потом в рев и прозвучал уже над головой у Джона дюймов на шесть повыше. Да к тому же их милость сдается простыли, добавил один из мужчин, спокойно опрокидывая стакан виски, от которого отказался Джон. При этих словах Севилла, сидевшая у очага, неспеша вынула изо рта трубку и повернулась к говорившим. Будь то сама пифия на треножнике, и то движение ее не могли бы вызвать вокруг такого суеверного страха и погрузить всех в столь глубокое молчание. «Не тут», сказала она, прижимая высохший палец к изрытому морщинам милбу, «Не тут и не там». И она простерла руку колбам тех, кто сидел ближе к ней и кто почтительно склонил перед ней голову, как будто принимая благословение, однако в ту же минуту снова принялась за спиртное, словно желая этим усилить действие своих слов. «Вот тут все у самого сердца». При этих словах она прижала пальцы к своей впалой груди с такой силой, которая всех потрясла. «Все вот тут», добавила она, повторяя те же движения, может быть, воодушевленная тем действием, которое успела произвести, а потом снова поднесла ко рту трубку и, опустившись на табурет, больше уже не сказала ни слова. В ту минуту, когда Джон не успел еще опомниться от невольно охватившего его суеверного ужаса, а все сидевшие трепещат страха молчали, раздался какой-то странный звук. Все вскочили, как будто заслышали выстрел из Мушкета. Это звонил старый Мелмот, только колокольчик его звучал на этот раз как-то очень уж странно. Прислуги у старика было совсем мало, и она обычно не отходила от него ни на шаг, поэтому сейчас звон этот поразил всех, как будто старик созывал народ на собственные похороны. «Раньше он всегда стучал, когда надо было меня позвать», воскликнула управительница, выбегая из кухни. «Он все говорил, что когда часто звонишь, перетирается шнур». Звонок в полной мере возымел свое действие. Управительница кинулась в спальню старика, а вслед за нею еще несколько женщин из тех, что всегда готовы и облегчать последние минуты умирающего, и плакать по покойнику. Они всплескивали своими жесткими руками и утирали сухие глаза. Все эти ведьмы столпились вокруг кровати старика, и надо было слышать, как громко, с каким неистовым отчаянием они вопили. «О, горе нам! Они отходят, их милость отходят, их милость отходят!» Можно было подумать, что жизни их неразрывно связаны с его жизнью, подобно тому, как то было в истории Синбада-морехода, когда женам надлежало быть погребенными заживо вместе с их умершими мужьями. Четыре из них ломали руки и завывали вокруг постели, в то время как одна с ловкостью миссис кукли принялась щупать ноги их милости, а потом еще выше и еще выше, и присутствующих оповестили, что он холодный как камень. Старый Мелмот отдернул ноги, так что старуха не смогла удержать их проницательным взглядом, проницательным, несмотря на приближавшийся уже предсмертный туман, сосчитал собравшихся у его постелей, приподнялся на остром локте и, оттолкнув управительницу, пытавшуюся поправить его ночной колпак, который во время этой схватки съехал набок и придавал его мрачному, мертвеющему уже лицу грозный и вместе с тем нелепый вид, прорычал так, что все вокруг обомлели, какого черта вас всех сюда принесло? Услыхав слово «черт», все бросились было в рассыпную, но тут же опомнились и стали шепотом совещаться между собою, то и дело крестясь и бормоча «черт, а!» «Господи Иисусе, спаси нас!» «Черт!» «Вот первое слово, что мы от него услыхали!» «Да!» «Что есть мочи», закричал больной «И первый, кого я тут вижу!» «Черт!» «Где?» в ужасе вскричала управительница, припадая к умирающему и словно пытаясь уткнуться в складке одеяла, которое она меж тем немилосердно стаскивала с его дрыгавших голых ног. «Там! Там!» повторял он, стараясь в то же время не дать ей стащить с него одеяло, показывая на столпившихся вокруг испуганных женщин, ошеломленных тем, что их гонят вон, как нечистую силу, ту самую, которую они собирались изгонять. «Господь с вами, ваша милость!» сказала управительница уже более мягким голосом, когда первый испуг миновал. «Вы же всех их знаете! Эту зовут так, а эту так, а эту вот так, не правда ли?» И, показывая на женщин, она называла одно за другим их имена, перечислением которых мы уже не станем докучать читателю. «Врешь, шлюха проклятая!» завопил старый Мелмот, имя им легион, потому что их много. «Гони их вон из комнаты, вон из дома! Уж коли они завоют, так будут выть от души, умру ли я, буду ли навеки проклят, только по мне-то они и слезы не проронят, а вот по виске уж они бы непременно украли его, доведись им только до него добраться!» Тут старый Мелмот схватил лежавший у него под подушкой ключ и торжествующе потряс им перед носом у старой управительницы. Впрочем, торжество его было напрасным. Та давно уже нашла способ доставать из шкафа напитки без того, чтобы их милость об этом знал. «Да по той снеди, которой ты их тешила!» «Тешила!» «О, Господи, Иисусе!» вскричала управительница. «А чего ради это у тебя столько свечей горит? Все четыре, да еще верно внизу одна? Креста на тебе нет!» «Срамница!» «Ведьма старая!» «Правду говоря, ваша милость, их целых шесть горит!» «Шесть!» «А какого черта ты сжешь шесть свечей?» «Ты, стало быть, решила, что в доме уже покойник? Так что ли?» «Нет, что вы, ваша милость, нет еще!» «Хором ответили старые грымзы. У господа на все свой час!» «И ваша милость это знают!» «Продолжали они тоном, в котором звучало плохо скрываемое нетерпение. Ах, лучше бы ваша милость! О душе подумали!» «Вот первое человеческое слово, что я от тебя слышу», сказал умирающий. «Дай-ка мне молитвенник, там вон, под разувайкой, паутину-то смахни, сколько лет уже, как я его не раскрывал!» У правительница подала ему молитвенник, старик укоризненно на нее посмотрел. «И чего это ради? Ты шесть свечей на кухне жгла, мотовка несчастная! Сколько лет ты у меня в доме живешь? Да уж и не знаю, ваша милость, видела ты хоть раз, чтобы тут что-нибудь зря тратили? Нет, что вы, что вы, ваша милость, никогда такого не бывало? А на кухне у меня когда-нибудь больше одной грошовой свечки горело? никогда такого не было, ваша милость. Разве тебя не держали здесь в страхе Божием? Не стесняли всегда в деньгах, как только можно было, скажи-ка? Ну, разумеется, ваша милость, все мы это знаем, все мы вас почитаем, и каждый видит, что во всей округе ни дома нет такого крепкого, как у вас, ни хозяина такого расчетливого, как вы. Так оно всегда и было, и есть. А как же вы смеете отпирать мой шкаф раньше, чем смерть вам его открыла, — воскликнул несчастный скряга, потрясая высохшую рукой. Я почуял запах мяса, слышал голоса, слышал, как ключ то и дело поворачивается в двери. Эх, ка бы я только мог на ноги встать, добавил он, раздраженно ворочаясь в кровати, ка бы я мог встать и увидеть, как меня разорили, как все прахом пошло. Но ведь это меня бы убило, продолжал он, снова опуская голову на жесткий валик. он никогда не позволял себе спать на подушке. Это бы убило меня. Одна мысль об этом убивает меня сейчас. Женщины, растерявшиеся и смущенные, многозначительно поглядев друг на друга и пошептавшись, столпились у двери, собираясь уйти, как вдруг нетерпеливый голос старого мелмота окликнул их и заставил вернуться. Куда это вы все потянулись? Опять на кухню? Опять обжираться да опиваться? Не грех бы одной из вас побыть у меня да молитвы почитать. Настанет день, когда и вам в этом нужда придет ведьма старая. Испуганные этими речами и угрозами женщины вернулись и в молчании обступили постель старика, меж тем, как у правительницы хоть сама и была католичкой, спросила, не хочет ли их милость позвать священника, чтобы тот напутствовал их по обычаю их церкви. При этих словах в глазах умирающего вспыхнуло недовольство. Зачем? Только чтобы он ждал потом, когда на похоронах ему дадут шарф да траурную повязку на шляпу. Сама изволь молитвы читать, шлюха старая. Так мы хоть что-нибудь сбережем. Управительница попробовала было читать, но вскоре отказалась под тем предлогом, что с тех пор, как господин ее занемог, ее слепят слезы. «Это все от виски», сказал больной со злобной усмешкой, которую предсмертные корчи превратили в отвратительную гримасу. «Неужто же среди вас всех не найдется никого, кто бы мог почитать молитвы и отогнать нечистую силу? Или все вы способны только выть да зубами скрежетать?» После этих слов одна из женщин предложила свои услуги. о ней поистине можно было сказать, как о недалеком стражнике Догбери, что читать и писать ее научила сама природа. В школу она никогда не ходила, и до этого дня ей никогда не случалось не только открывать, но даже видеть протестантский молитвенник. Тем не менее она не срабела и взялась читать, и при этом весьма выразительно, однако без должного понимания. Она прочла почти все очистительные молитвы после родов, которые в наших молитвенниках идут следом за похоронной службой. Может быть, она вообразила, что именно это больше всего подстать положению старика. Читала она очень торжественно. К сожалению, два раза чтения это пришлось прервать. Первый раз по вине старого Мелмота, который вскоре после начала молитв повернулся к правительнице и неподобающе громко сказал «Поди, закрой поплотнее заслонки на кухне, да дверь запри, да чтоб я слышал, что ты ее заперла. До тех пор я ни о чем и думать не могу». Второй раз чтение прервалось от того, что прокравшийся в комнату Джон Мелмотт, едва только он услыхал, что эта бестолковая женщина читает вовсе не то, что надо, стал возле нее на колени, спокойно взял из ее рук молитвенник и приглушенным голосом принялся читать ту часть торжественной службы, которая по правилам англиканской церкви предназначена для утешения умирающего. «Это голос Джона», сказал старик. Ему припомнилось, как он всегда бывал холоден с несчастным юношей, и его черствое сердце смягчилось. Он увидел, что и его самого окружают теперь бессердечные и жадные слуги. И как не слабы были узы, связывавшие его с племянником, с которым он всегда обращался как с чужим, в эту минуту он вдруг почувствовал, что это как-никак его кровь, и ухватился за него, как утопающий за соломинку. Джон, славный мой мальчик, хоть ты здесь, всю жизнь я тебя держал далеко от себя, а теперь вот умираю и вижу, что нет у меня человека ближе, чем ты. Читай, Джон, читай. Джон, до глубины души удрученный тяжелым положением, в котором он нашел старика среди всех богатств, которые его окружали, и, тронутый его торжественной просьбой облегчить ему последние минуты жизни, продолжал читать. Но вскоре голос его сделался невнятным от ужаса, в который его повергла начавшаяся у больного непрерывная икота. Умирающий, однако, продолжал бороться с нею, а в наступавшую порой минуту покоя, умудрялся еще раз спросить управительницу, закрыты ли все заслонки. Обладавший чувствительным сердцем, Джон встал с колен. Он был глубоко взволнован. «Как?» «И ты тоже покидаешь меня, как и все остальные», сказал старый Мелмот, пытаясь приподняться на кровати. «Нет, сэр», ответил Джон, и, заметив перемену, во взгляде умирающего добавил, «Мне думается, что вам надо бы чем-нибудь подкрепиться. Не так ли, сэр?» «Да, надо, надо, только кому же я могу доверить принести мне еду? Им!» Тут он угрюмым взглядом обвел всех присутствующих. «Да ведь они же меня отравят!» «Доверьтесь мне, сэр», сказал Джон, «Я схожу к аптекарю или куда вы прикажете?» Старик схватил его за руку, притянул к постели, бросил грозный, но в то же время испуганный взгляд на всех собравшихся и сдавленным голосом прошептал, «Я хочу выпить стакан вина!» «Это прибавит мне несколько часов жизни, только я никому не могу доверить сходить за ним. Они стащат бутылку и окончательно меня разорят». Слова эти совершенно потрясли Джона. «Ради самого создателя, сэр, позвольте мне принести вам стакан вина». «А ты что, знаешь, где оно спрятано?» спросил старик, и лицо его приняло какое-то особое выражение, которого Джон не мог понять. «Нет, сэр, вы знаете, я ведь здесь ничего не касался». «Возьми вот этот ключ», сказал старый Мелмотт после нового жестокого приступа икоты. «Возьми этот ключ. Там в кабинете у меня есть вино. Мадера, я им всегда говорил, что там ничего нет, только они мне не верили, иначе бы они так не обнаглели и меня не ограбили. Раз как-то я им правда сказал, что там виски, а это было хуже всего. Они стали пить вдвое больше. Джон взял ключ из рук дяди. В это мгновение старик пожал его руку, и Джон, видя в этом проявление любви, ответил ему таким же пожатием. Но последовавший за этим шепот сразу охладил его порыв. Джон, мальчик мой, только смотри, не пей этого вина, пока ты будешь там. Боже ты мой, вскричал Джон, и в негодовании швырнул ключ на кровать. Потом, однако, вспомнив, что на этого несчастного не следует обижаться, он дал старику обещание, на котором тот настаивал, и вошел в кабинет, порога которого, кроме самого владельца дома, по меньшей мере лет шестьдесят никто не переступал. Он не сразу отыскал там вино, и ему пришлось побыть в комнате достаточно долго, чем он возбудил новые подозрения дяди. Но он был сам не свой, руки его дрожали. Он не мог не заметить необычного взгляда дяди, когда тот позволил ему пойти в эту комнату. К страху смерти примешивался еще ужас перед чем-то другим. не укрылось от него также и выражение испуга на лица в женщин, когда он туда пошел. И к тому же, когда он очутился там, коварная память повела его по едва заметному следу и в глубинах ее ожила, связанная с этой комнатой быль, полная несказанного ужаса. Он вдруг со всей ясностью осознал, что, кроме его дяди, ни один человек ни разу не заходил туда в течение долгих лет. Прежде, чем покинуть кабинет, он поднял тускло горевшую свечу и оглядел все вокруг со страхом и любопытством. Там было много всякой ломаной мебели и разных ненужных вещей, какие, как легко себе представить, нередко бывают свалены и гниют в комнатах старых скряк. Но глаза Джона, словно по какому-то волшебству, остановились в эту минуту на висевшем на стене портрете. И даже его неискушенному взгляду показалось, что он намного превосходит по мастерству все фамильные портреты, что истлевают на стенах родовых замков. Портрет этот изображал мужчину средних лет. Ни в костюме, ни в наружности его не было ничего особенно примечательного, но в глазах у него Джон ощутил желание ничего не видеть и невозможность ничего забыть. Зная он стихи Саути, он бы потом не раз повторял эти вот строки глаза лишь жили в нем, светившиеся дьявольским огнем. Повинуясь какому-то порыву чувства мучительного и неодолимого, он приблизился к портрету, поднес к нему свечу и смог прочесть подпись внизу. Дж. Мельмот год 1646 Джон был по натуре человеком не робким, уравновешенным и отнюдь не склонным к суевериям, но он не в силах был оторвать глаз от этого странного портрета. Сам не свой от охватившего его ужаса, пока наконец кашель умирающего не вывел его из этого состояния и не заставил поспешно вернуться. Старик залпом выпил вино, он как будто немного оживился. Давно уже он не пробовал ничего горячительного и на какое-то мгновение его потянуло к откровенности. Джон, ну что ты там видел в комнате? Ничего, сэр. Врешь. Каждый старается обмануть или обобрать меня. Я не собираюсь сделать ни того, ни другого, сэр. — Ну так что же ты все-таки там видел? На что обратил внимание? — Только на портрет, сэр. — Портрет, сэр. Оригинал до сих пор еще жив. Несмотря на то, что Джон был весь еще под действием только что испытанных чувств, он отказывался этому верить и не мог скрыть своего сомнения. Джон прошептал дядя. Говорят, что я умираю то ли от того, то ли от другого, кто уверяет, что я ничего не ем, кто что не принимаю лекарств. Но знай, Джон, и тут черты лица старика чудовищно перекосились. Я умираю от страха. Этот человек, он протянул свою исхудавшую руку в сторону кабинета, как будто показывая ножевое существо. Я знаю, что говорю. Этот человек до сих пор жив. Быть не может, вырвалось у Джона. Портрет помечен 1646 годом. Ты это видел? заметил, сказал дядя. Ну, так вот. Он весь затрясся, на мгновение облокотился на валик, а потом, схватив племянника за руку и очень странно на него посмотрев, воскликнул, ты еще увидишь его. Он жив! и опустившись снова на валик, он не то уснул, не то впал в забытье. Открытые глаза продолжали недвижно глядеть на Джона. В доме воцарилась полная тишина, и у Джона были теперь и время, и возможность обо всем поразмыслить. Он не в силах был справиться с множеством нахлынувших на него мыслей, но отделаться от них никак не удавалось. Он стал думать о привычках и характере дяди. Снова и снова возвращался к тому же и сказал себе, я не знаю человека, менее склонного к суеверию. Если он о чем-нибудь и думал, то разве что о ценах на акции и о разменном курсе и об издержках на мое образование его это особенно тяготило. Можно ли представить себе, что такой как он умирает от страха, от нелепого страха, что человек, живший полтора столетия назад, до сих пор еще жив, и тем не менее он умирает? Поток его мыслей прервался, факты всегда таковы, что могут опровергнуть самую упрямую логику. Как нетрезвы ум его и чувства, он все-таки умирает от страха. Я слышал это на кухне, слышал от него самого. Тут уж не может быть никакого обмана. «Если бы мне когда-нибудь довелось проведать, что у него не в порядке нервы, расстроено воображение, или что он склонен к суевериям, но в характере его нет ни одной из этих черт. Чтобы человек, который, как говорит наш бедный батлер в своем антикварии, готов был продать Христа еще раз за сребреники, как это сделал в свое время Иуда, чтобы такой человек умирал от страха? «И однако он умирает», подумал Джон, в ужасе глядя на втянутые ноздри, остекленевшие глаза, отвисшую челюсть и на все страшные признаки фасиес хиппократика, лица умирающего, отчетливо выраженные, но уже близкие к тому, чтобы перестать что-либо выражать. В эту минуту старый Мелмот был, казалось, погружен в глубокое оцепенение. Во взгляде его больше не было ужаса, и руки его, которые перед этим судорожно перебирали одеяло короткими прерывистыми движениями, застыли теперь и неподвижно лежали на нем точно лапы умершей от голода хищной птицы, такие высохшие, пожелтевшие, так далеко раскинувшиеся вширь. Джон, которому ни разу не приходилось видеть смерть, решил, что старик просто засыпает, и, движимый неким безотчетным порывом, схватил огарок свечи и еще раз отважился проникнуть в запретную комнату, которая среди обитателей дома известна была под именем Голубой. Шорох его шагов разбудил умирающего. Тот приподнялся на постели. Джон не мог этого видеть, ибо уже находился в это время в кабинете, но он услышал стон, скорее даже какой-то сдавленный клокочущий хрип, который возвещал, что наступила ужасающая борьба охваченного судорогами тела и сметенного духа. Он вздрогнул, повернул назад и тут же, заметив, что глаза портрета, от которых он не мог оторваться, обращены на него, опрометью кинулся назад к постели старика. Старый Мелмот умер этой же ночью и умер так, как жил, одержимый бредом скупости. Последние часы его являли собою ужас, которого Джон не мог себе даже представить. Он осыпал всех проклятиями и богохульствовал по поводу трех полупенцевых монет, пропавших, по его словам, несколько недель назад с дачи, которую ему не отдал конюх, покупавший сено для едва волочившей ноги от голода лошади. Потом он схватил руку Джона и попросил племянника дать ему причаститься. Если я пошлю за священником, сказал он, то придется ему платить, а я не могу, не могу. Они считают, что я богат, а ты только погляди на это одеяло. Я правда не пожалел бы и денег, если б только был уверен, что спасу душу. Право же, ваше преподобие, добавлял он уже в бреду, я человек очень бедный, никогда мне раньше не случалось беспокоить священника, и я хочу только, чтобы вы исполнили две мои маленькие просьбы, для вас это сущий пустяк, спасти мою душу, и тут он перешел на шепот, добиться, чтобы гроб мне заказали за счет прихода, того, что останется после меня, на похороны не хватит, я всегда всем говорил, что беден, но чем больше я твердил об этом, тем меньше мне верили. Слова эти произвели тягостное впечатление на Джона, он отошел от кровати больного и сел в дальнем углу, женщины , снова вернулись в комнату, было очень темно, окончательно обессилевший Мелмотт, не мог больше произнести ни слова, и на какое-то время все погрузилось в тишину, напоминавшую о близости смерти. В эту минуту Джон увидел, как дверь вдруг открылась и на пороге появилась какая-то фигура. Вошедший оглядел комнату, после чего спокойными мерными шагами удалился. Джон, однако, успел рассмотреть его лицо и убедиться, что это никто иной, как живой оригинал виденного им портрета. Ужас его был так велик, что он порывался вскрикнуть, но у него перехватило дыхание. Тогда он вскочил, чтобы кинуться вслед за пришельцем, но одумался и не сделал ни шагу вперед. Можно ли было вообразить большую нелепость, чем приходить в волнение или смущаться от обнаруженного сходства между живым человеком и портретом давно умершего? Сходство, разумеется, было бесспорным, если оно поразило его даже в этой полутемной комнате? Но все же это было не больше, чем сходство, и пусть оно могло привести в ужас мрачного и привыкшего жить в одиночестве столика, здоровье которого было подорвано, Джон решил, что уж он-то ни за что не даст себя вывести из состояния равновесия. Но в то время, как в душе он уже гордился принятым решением, дверь вдруг открылась, и фигура появилась снова. Она, казалось, манила его с какой-то устрашающей фамильярностью. Джон вскочил. На этот раз преисполненный решимости погнаться за нею, но вынужден был остановиться, услыхав слабые, но пронзительные крики дядюшки, боровшегося одновременно и с наступавшей агонией, и со своей управительницей, несчастная, заботясь о репутации своего господина, а за за дно и о своей собственной, пыталась надеть на больного чистую рубашку и ночной колпак. Мелмоджа чувствовал только, что у него что-то хотят отнять, и совсем слабым голосом восклицал, они грабят меня. Грабят в последние минуты жизни, грабят умирающего. Джон, помоги мне, я умру нищим, они снимают с меня и последнюю рубашку, я умру нищим, и скупец испустил дух. Глава вторая эпиграф «Ты что стонешь, бродишь тенью вкруг былых своих владений, Роу». Спустя несколько дней после похорон завещание покойного было вскрыто в присутствии надлежащих свидетелей, и Джона провозгласили единственным наследником состояния дяди, которое, хоть поначалу и было невелико, в силу страсти старика к стяжательству и бережливой его жизни превратилось в весьма значительное. Закончив чтение завещания, стряпчий добавил «Тут еще на уголке приписаны какие-то слова. Они, должно быть, не относятся к завещанию, ибо не введены в него по форме в качестве приписки и не скреплены подписью завещателя. Однако, насколько я могу судить, приписка сделана рукою покойного». Он показал эти строчки Джону, который тут же признал, что они написаны почерком дяди, этим прямым и тесным почерком, таким, что, казалось, писавший, стремился великовозможно полнее использовать каждый листик бумаги, бережно сокращая каждое слово и даже не оставляя полей, и не без некоторого волнения прочел следующие слова. «Приказываю племяннику и наследнику моему, Джону Мелмоту, убрать, уничтожить самолично или велеть уничтожить портрет с подписью Дж. Мелмот 1646-й, висящий у меня в кабинете. Приказываю ему также отыскать рукопись. Полагаю, что он найдет ее в третьем, самом нижнем левом ящике бюро красного дерева, над которым висит портрет. Она лежит среди всяких ненужных бумаг, писанных от руки проповедей, брошюр о благосостоянии Ирландии и тому подобных. Он узнает ее по черной тесьме, которой она перевязана, по выцветшей и покрытой плесенью бумаги. Он может, если захочет, прочесть эту рукопись, только пусть лучше не читает. Во всяком случае заклинаю его, если заклинание умирающего может иметь силу, ее сжечь. После прочтения этой странной приписки собравшиеся вернулись к обсуждению существа дела, и так как воля старого Мелмотта была выражена вполне ясно и по узаконенной форме, то все было очень скоро закончено. Официальные лица и свидетели уехали, оставив Джона Мелмотта одного. следует упомянуть, что опекуны, назначенные наследнику по завещанию, ибо он не достиг еще совершеннолетия, советовали ему возвратиться в колледж и в надлежащий срок завершить там свое образование. Однако Джон решил остаться, сославшись на то, что считает себя обязанным почтить память дяди и провести известное время в доме покойного. В действительности побуждения его были иными, любопытство, а может быть, и некое более высокое чувство, неистовое и страшное, преследование некоей смутной цели захватило его безраздельно. Опекуны его, а это были соседние помещики, люди весьма уважаемые, в чьих глазах после того, как было прочтено завещание, Джон сразу вырос, настоятельно предлагали ему какое-то время прожить у них, прежде чем он вернется в Дублин. Юноша поблагодарил их за приглашение, но ответил решительным отказом. Тогда они велели подать лошадей и, распростившись со своим подопечным, разъехались по домам. Мелмот остался один. Всю вторую половину дня он провел в тревожном и мрачном раздумьи. Он расхаживал из угла в угол по комнате покойного дяди, подходил к двери кабинета, а потом отступал назад, глядел на свинцовые тучи и прислушивался к завыванию ветра, как будто то и другое могло не усугубить, а напротив развеять его тяжелое настроение. Наконец, под вечер уже, он вызвал старую управительницу, рассчитывая, что она так или иначе объяснит ему необыкновенные происшествия, свидетелем которых ему довело стать в доме дяди. Старухи польстило то, что он обратился к ней, и она тут же явилась на его зов. Однако рассказать она могла очень мало. Мы не станем докучать читателю, передавая ее бесчисленные разглагольствования, ирландские слова и выражения, которые она употребляла, и частые паузы, вызванные тем, что она прикладывалась к табакерке и пила приготовленный из виски пунш, который Мелмот распорядился ей подать. Вот примерно то, что она сообщила. Она рассказала, что их милость, так она привыкла называть покойного, очень пристрастились к маленькой комнатке, примыкавшей к спальне, и последние два года любили проводить там время за чтением, что люди, знавшие, что их милость богаты, пробрались в эту комнату, то есть попросту покушались их ограбить. Однако, увидев, что там ничего нет, кроме бумаг, убежали, что господин ее был так всем этим напуган, что велел заложить кирпичом окно, но что она твердо убеждена в комнате не только одни бумаги, а кое-что еще. Ведь стоило ее господину не досчитаться полупенца, как он подымал шум на весь дом, когда же окно комнаты заложили кирпичом, он больше ни слова не промолвил. Потом их милость стали часто запираться у себя в кабинете, и хотя раньше они никогда не любили читать, теперь, когда им приносили обед, их часто заставали склоненными над какой-то бумагой, которую они тут же прятали, стоило только кому-нибудь войти, и один раз даже очень забеспокоились по поводу портрета. Боялись, как бы кто-нибудь его не увидел, что, зная, что в семье приключилось что-то недоброе, она всячески старалась узнать правду, и даже наведывалась к Бидди Бранингем, врачевавшей всю округу Севилли, о которой у нас уже шла речь, но та только покачала головой, набила трубку, произнесла какие-то слова, которых нельзя было понять, и закурила. Все это было за два дня до того, как на их милость немочь нашла. Сама она стояла во дворе, в прежнее время он был окружен конюшнями, голубятней и другими строениями, как то водится в господских усадьбах, но теперь от всего остались лишь полуразрушенные стены находившихся там некогда служб, и место это поросло чертополохом и сделало с прибежищем свиней. когда их милость велели ей запереть дверь. Их милость всегда требовали, чтобы двери запирались рано. Она поспешила исполнить их приказание, но тут они вдруг стали вырывать из ее руки ключ и принялись ее ругать. Они ведь очень беспокоились, чтобы двери были заперты, замки-то никуда не годились, а ключи все проржавели, и когда их поворачивали в скважине, то скрипели они так, что казалось, будто это стенают души грешников. Она постоялась минуту, видя, что господин ее рассержен и отдала ему ключ. Как вдруг он вскрикнул и упал на порог. Она кинулась подымать его, подумала, что ему просто худо стало, но оказалось, что он весь похолодел и не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Тогда она стала звать на помощь, и прибежали люди с кухни. От ужаса и отчаяния она совсем растерялась, но все-таки помнит, что как только люди подняли его, он пошевелил рукой и на что-то показал. И тут она увидела, что по двору идет какой-то высокий мужчина и уходит невесть куда. Наружные то ворота всегда заперты и их уже много лет не открывали, а вся прислуга толкалась в это время возле их милости в другом конце двора. Она видела этого человека, видела его тень на ограде, видела, как он медленными шагами прошел по двору и в ужасе закричала «Держите его!» Но никто не обратил внимания на ее крик. Все суетились возле господина. Когда же его перенесли в спальню, то все опять-таки думали только о том, чтобы привести его в чувство, больше она ничего не могла рассказать. Их милость — это относилось уже к молодому Мелмоту — знает столько же, сколько она. Он ведь был при дяде во время последней болезни. При нем господин и умер. Откуда же ей знать больше, чем их милости. — Все это верно, — сказал Мелмот. Я, конечно, видел, как он умер, но вы говорите, что в семье приключилось что-то недоброе. Так вот, знаете ли вы что-нибудь об этом? — Ровно ничего. Хоть я и стара, все ведь это было давным-давно, когда меня еще и на свете не было. Ну, конечно, так оно и должно было быть. Только скажите, дядя мой, был когда-нибудь суеверен, любил фантазировать? Мелмоту пришлось употребить несколько синонимических выражений, прежде чем собеседница его поняла, чего он от нее хочет. Когда он этого наконец добился, он услышал сказанные решительно слова «нет никогда, никогда». Случалось, что их милость сиживали с нами зимой на кухне, чтобы не тратиться на дрова и не топить у себя в спальне. Так не выносили они, чтобы старухи при них судачили. Уж так они не терпели их росказней, что те втихомолку курили и не смели шептаться ни о том, как на ребенка порчу напустили, ни о парне, который днем выглядел уродцем горбатым, а чуть ночь, так отправлялся танцевать с порядочными людьми на вершину соседней горы и зазывали его туда волынкой, что как вечер, так беспременно играла. От этого рассказа мысли Мелмотта сделались еще мрачнее. Если дядя его не был суеверен, то не было ли за ним какой-нибудь вины и не было ли причиной его странной внезапной смерти и даже того странного посещения, которое ей предшествовало, некое зло, которое он жадностью своей причинил какой-нибудь вдове или сиротам, он стал расспрашивать об этом старуху, начал разговор осторожно, обиняками, но ответы ее полностью обелили покойного. Человек-то он был скупой, черствой, сказала она, но чтобы он на что чужое позарился, так этого никогда не было. Он целый свет мог голодом уморить, но никого ни на грош не обманул. Последнее, что оставалось Мелмуту, это послать за Бидди Бранинген, которая все еще была в доме и от которой он во всяком случае надеялся услышать о том недобром, что приключилось в семье. Та явилась. И когда она здоровалась с Мельмутом, любопытно было видеть на ее лице выражение властности, смешанной с подобострастием, к которому ее приучила жизнь, сочетавшая в себе постыдное нищенство с наглым, но вместе с тем искусным плутовством. Придя, она остановилась на пороге, почтительно присела и пробормотала какие-то невнятные слова, которые, очевидно, должны были выражать благословения, но которые резкий тон и весь ее зловещий облик делали похожими на проклятие. Однако, как только речь зашла о самом важном деле, во всем ее облике появилась какая-то значительность, и она вся вытянулась и преобразилась наподобие Вергилиевской Алекто, которая за одно мгновение из слабенькой старушки превращается в грозную фурию. Размеренным шагом она прошлась по комнате, села, или лучше сказать, опустилась на пол у очага, как преподает к земле заяц, простерла свои костлявые морщинистые руки к огню и некоторое время молча раскачивалась из стороны в сторону, прежде чем приступить к рассказу. Когда она кончила говорить, Мелмотт долго не мог опомниться, ошеломленный всем тем, что узнал. Поразило его и то, что такую дикую, неправдоподобную, больше того, совершенно невероятную историю он слушал со все возрастающим волнением, охваченный то любопытством, то страхом, и в конце концов ему стало стыдно своего легковерия и безрассудства, с которыми он не в силах был совладать, и он решил в тот же вечер пойти в голубую комнату и прочесть рукопись. Решение это оказалось, однако, невозможно осуществить, ибо когда он потребовал, чтобы ему принесли свечи, управительница призналась, что все, что оставалось, сожгли у гроба их милости. Тогда босоногому мальчишке приказано было сбегать в соседнюю деревню за свечами, да поскорее. Да хорошо бы еще попросить у кого-нибудь пару подсвечников, добавила управительница. Неужели в доме нет подсвечников, удивился Мелмонт? Как же есть, мой дорогой, сколько угодно, да только не время сейчас старый сундук открывать. Серебряные то все на самом дне упрятаны, ну а медные те в ходу, да толку в них нет, потому у одного верх отломан, у другого низ. Так как же вы без них обходились, спросил Мелмонт? Да в картофелину воткнешь свечу, и ладно, ответила управительница. Итак, мальтишка побежал со всех ног. Начинало темнеть, и Мелмонт, оставшись один, мог снова предаваться раздумьям. А вечер был такой, что располагал к ним, и Мелмонт успел вкусить их сполна, прежде чем посланный вернулся. Было холодно и темно, тяжелые тучи предвещали полосу непрерывных осенних дождей, одна за другой они заволакивали небо подобно темным знаменам надвигающихся полчищ врага, который сметает все на своем пути. Мелмонт приник к окну. Покосившиеся рамы, потрескавшиеся и разбитые стекла сотрясались при каждом порыве ветра. Перед глазами его расстилалась самая безотрадная картина — пустынный сад, в котором все говорило о скупости покойного хозяина, обвалившаяся ограда, тропинки, заросшие чем-то очень мало похожим на траву, хилые шаткие деревья, сосыпавшиеся листвой, и густые колючие заросли крапивы и сорняка там, где некогда были цветы. Всполошенные ветром плети клонились долу, бесформенно и неприютно. Все это походило на кладбище, на сад мертвых. Джон вернулся к себе в комнату, надеясь, что ему станет легче, однако и там не испытывал ни малейшего облегчения. Деревянные панели стен почернели от грязи и во многих местах потрескались и обвалились. Решетка камина так давно уже не имела дела с огнем, что теперь только клубы унылого дыма могли пробиться между ее закопченными прутьями. Соломенные сиденья на шатких стульях совершенно уже провалились. Из локотников большого кожаного кресла вылезал войлок, а по краям одиноко торчали гвозди, под которыми не осталось и следа от обивки. Пострадавший не столько от копоти, сколько от времени камин украшала пара щипцов, потрепанный альманах 1750 года, давно уже остановившиеся часы, которых никто не собрался починить, и ржавое ружье без замка. Неудивительно, что вся эта картина запустения вернула Мельмота к его собственным мыслям, тревожным и неотступным. Он припомнил рассказ Севиллы слово в слово и, казалось, подвергал теперь свидетельницу перекрестному допросу, стараясь уличить ее в противоречиях. Первый из Мелмотов, обосновавшийся в Ирландии по ее словам, был офицером армии Кромвеля, конфисковав земельный надел, он получил имение одного ирландского рода, приверженного королю. Старший брат его уехал за границу, и так долго жил на континенте, что семья успела совершенно его позабыть. Родные не питали к нему любви, которая одна помогла бы сохранить в памяти его образ, ибо о путешественнике этом ходили странные слухи. Говорили, что он подобно проклятому чародею знаменитому Глендауру занимался какими-то таинственными делами. Не следует забывать, что в то время, да, впрочем, и позднее, вера в астрологию и колдовство была очень распространена. Даже в самом конце царствования Карла II Драйден составлял гороскоп своего сына Чарлза. Нелепые сочинения Гленвилла были в большом ходу, а Дель-Рио и Вьерус были настолько популярны, что один из драматургов Шедвелл обильно цитировал их в примечаниях к своей занятной комедии о ланкаширских ведьмах. Рассказывают, что еще при жизни Мелмота путешественник посетил его, и хотя в то время он должен был уже быть в годах, к удивлению семьи, он нисколько не постарел с того времени, когда они видели его в последний раз. Пробыл он очень недолго, ни словом не обмолвился ни о прошлом своем, ни о будущем, да и родные ни о чем его не расспрашивали, говорили, что им было как-то не по себе в его присутствии. Уезжая, он оставил им свой портрет, тот самый, который Джон Мелмот видел в голубой комнате и который был помечен 1646 годом, и с тех пор они его больше не видели. Спустя несколько лет из Англии прибыл некий человек. Он направился в дом Мелмота, разыскивая скитальца, и с удивительной настойчивостью добивался хоть что-нибудь о нем узнать. Семья не могла сообщить ему никаких сведений, и, проведя несколько дней в волнении и непрестанных расспросах, он уехал, оставив в доме то ли по рассеянности, то ли намеренно рукопись, содержащую удивительный рассказ о тех обстоятельствах, при которых автор ее повстречал Джона Мелмота скитальца, как называли этого человека. И рукопись, и портрет сохранились. Что же касается оригинала, то распространился слух о том, что он все еще жив, и что его много раз видели в Ирландии, даже и в нынешнем столетии, но что он появлялся не иначе, как перед смертью кого-либо в доме, но и тогда, лишь в тех случаях, когда последние часы умирающего бывали омрачены страшной тенью зла, которое он причинил людям своими дурными страстями или привычками. Поэтому появление этого зловещего человека перед смертью старого Мелмота действительное или только мнимое, никак нельзя было счесть хорошим предзнаменованием для пути, уготованного его душе. Вот что поведала Бидди Бранинген, добавив к этому, что готова поклясться, что у Джона Мелмота скитальца за все это время не выпало ни единого волоска на голове, а на лице не появилось ни единой морщины, что ей доводилось говорить с видевшими его людьми, и что если понадобится подтвердить все сказанное ею, она готова принять присягу, что она ни от кого не слыхала, чтобы он с кем-то говорил, или что-то ел, или заходил в чей-либо дом, кроме как в свой родной, и наконец, что сама она убеждена, что последнее появление его не предвещает ничего хорошего ни живым, ни мертвым. Джон продолжал раздумывать обо всем, что услышал, когда свечи наконец были принесены. Не обращая внимания на бледные от страха лица слуг и на их предостерегающий шепот, он решительными шагами вошел в кабинет, запер за собой дверь и принялся разыскивать рукопись. Он вскоре ее нашел, ибо указания старого Мелмота были точны, и он их твердо запомнил. рукопись старая, разорванная и выцветшая действительно лежала в упомянутом ящике бюро. Вытаскивая испачканные чернилами листы, Мелмот почувствовал, что руки его холодны, как у мертвеца. Он сел и принялся читать. В доме была мертвая тишина. Мелмот в мрачной сосредоточенности посмотрел на свечи, снял нагар, однако и после этого ему казалось, что горят они тускло. Может быть, ему мерещилось, что они горят голубоватым пламенем, и в этом он не хотел себе признаться. Во всяком случае, он несколько раз менял положение и, наверное, переменил бы и место, но в кабинете было одно единственное кресло. Он погрузился на несколько минут в какое-то забытье и очнулся только когда часы пробили двенадцать. Это были единственные звуки, которые он слышал за последние несколько часов, а в звуках, издаваемых неодушевленными предметами, в то время, как все живое словно вымерло, есть что-то неописуемо страшное. Джон словно с неохотой посмотрел на рукопись, раскрыл ее, остановился на первых строчках и, в то время, как за стенами опустевшего дома завивал ветер, а дождь уныло стучал в дребезжащие стекла, ему захотелось, чего же ему захотелось, только одного, чтобы звук ветра не был таким печальным, а звук дождя таким мучительно однообразным. Его можно за это простить. Когда он начал читать, было уже за полночь, и на десять миль вокруг все живое давно забыло сном. Глава третья, эпиграф, появлялся призрак старика, плиния, плиния. Рукопись оказалась выцветшей, стершейся, попорченной, и как будто была создана, чтобы испытывать терпение того, кто попытается ее прочесть. плиния. Даже даже самому Михаэлису, корпевшему над мнимым автографом святого Марка в Венеции, не приходилось сталкиваться с подобными трудностями. Мелмоту удавалось разобрать только отдельные фразы «то тут, то там». Автором этих записок был, судя по всему, англичанин, некий Стэнтон, который вскоре после реставрации отправился путешествовать за границу. Путешествовать в те времена было далеко не так удобно, как в наши дни, когда улучшились средства сообщения, и ученые, и писатели, люди образованные, праздные и любопытные годами колесили по Европе подобно Тому Кориэту, хотя оказывались все же достаточно скромны, чтобы назвать результаты своих многочисленных наблюдений и трудов всего-навсего сырыми плодами. Году в 1676-м Стэнтон был в Испании. Подобно большинству путешественников своего времени, это был человек начитанный, просвещенный и любознательный, но он не владел языком страны, по которой ездил, и ему нередко приходилось пробираться из монастыря в монастырь в поисках того, что именовалось приютом. Это означало, что он получал питание и ночлег, а в уплату за это должен был оспаривать первенство у того из монахов, кто пожелал бы состязаться с ним в учености по части теологии или метафизики. А по элику теология была католической, а метафизика аристотелевской, то Стэнтон порою даже тосковал по жалкой харчевне, где ему доводилось ночевать, и откуда его выпроваживали грязь и холод. Надо сказать, что хотя его досточтимые противники неизменно обличали его веру, и даже когда он побеждал в споре, утешали себя мыслью, что он все равно обречен на муки ада, и не только как еретик, но и как англичанин, они, тем не менее, вынуждены бывали признать, что латынь его безукоризненно, а доводы неопровержимы, поэтому чаще всего дело кончалось тем, что они предоставляли ему и ужин, и ночлег. Не так, однако, сложилась его судьба в ночь на 17 августа 1677 года, когда он оказался в Валенсийских равнинах и когда трусливый проводник его, напуганный видом распятия, поставленного на месте, где было совершено убийство, украдкой соскочил со своего мула и, крестясь на ходу, постарался удрать от еретика, оставив Стентона среди ужасов приближающейся бури и опасностей, неминуемо подстерегавших его в незнакомой стране. Величественная и вместе с тем мягкая красота природы наполняла душу Стентона радостью, но он вкушал ее, как истый англичанин, ничем не выказывая своих чувств. Великолепные руины двух вымерших династий, развалины римских дворцов и мавританских крепостей обступали его со всех сторон и возвышались над его головой. Медленно надвигавшиеся тяжелые темные тучи слались по небу, словно саваны этих призраков былого величия, наползали на них, но развалины все еще никак не давали им себя одолеть и укрыть, и казалось, что природа на этот раз преисполнилась благоговейным страхом перед могуществом человека, а далеко внизу, лаская взгляд, валенсийская долина рдела и пламенела в закатных лучах солнца, как новобрачная, на устах которой избранник ее перед наступлением ночи запечатлевает жгучий свой поцелуй. Стентон огляделся кругом. Его поразило различие между римской и мавританской архитектурой. Первая обращала на себя внимание развалинами театра и, по-видимому, места общественных собраний. Что же касается второй, то тут были лишь остатки крепостей с зубчатыми стенами, башнями, укрепленными сверху донизу, нигде не открывалась ни единой отдушины, через которую могла бы проникнуть радость жизни. Все отверстия были предназначены только для стрел. Все говорило о военной силе и деспотическом подчинении алютранс, доведенных до предела. Различие это могло бы заинтересовать философа. Погрузившись в размышления, он, возможно, пришел бы к мысли, что хотя древние греки и римляне и были дикарями, а, по мнению доктора Джонсона, все народы, не знающие книгопечатания дикари, и он, разумеется, прав, это все же были удивительные для своего времени дикари, ибо они одни оставили следы своего пристрастия к наслаждениям в завоеванных ими странах в виде великолепных театров, храмов, которые тоже в какой-то мере посвящались наслаждениям, и бань, тогда как другие победоносные орды дикарей оставляли после себя всякий раз лишь следы своей неистовой жажды власти. Так думал Стентон, глядя на все еще отчетливо обозначавшиеся на фоне неба, хотя и слегка затененный темными тучами, огромный остров римского амфитеатра, его гигантские арки и колоннады, то пропускавшие луч заходящего солнца, то сливавшиеся воедино с окрашенной в пурпур грозовой тучей, а вслед затем на тяжеловесную мавританскую крепость с глухими стенами, непроницаемыми для света олицетворения силы темной, самовластной, неприступной. Стентон позабыл уже о трусливом проводнике, о своем одиночестве, о том, сколь опасно встреча с надвигающейся бурей в отнюдь негостеприимных краях, где стоило ему только назвать себя и сказать, откуда он родом, чтобы все двери захлопнулись перед ним, и где каждый удар грома мог легко быть приписан дерзкому вторжению еретика в страну древних христиан, как испанские католики нелепо называют себя для того, чтобы их не смешивали с принявшими крещение маврами. Все это он позабыл, созерцая открывавшуюся перед ним величественную и страшную картину, где свет боролся с тьмой, а тьма грозила ему другим, более страшным светом и возвещала эту угрозу свинцово-синей густою тучей, которая неслась, подобно ангелу-истребителю, чьи стрелы готовы разить неведомо кого. Однако все эти мелкие опасности местного характера, как было бы сказано в героическом романе, сразу вспомнились ему, едва только он увидел, как первая же вспышка молнии, размашистая и алая, точно знамена полчищ захватчиков, девиз которых «горе побежденным» осыпает развалины римской стены. Расколотые камни покатились вниз по склону и упали к ногам Стентона. Он стоял, охваченный страхом и ожидая, чтобы ему бросила вызов сила в глазах которой пирамиды, дворцы и черви, создавшие их своим трудом, равно, как и другие черви, те, что корпят под их тенью или под их гнетом, одинаково жалки и ничтожны. Он преисполнился решимости и на какое-то мгновение ощутил в себе то презрение к опасности, которое опасность сама пробуждает в нас, когда столкновение с ней повергает в восторг, когда нам хочется, чтобы она обернулась врагом из плоти и крови, и мы просим ее быть беспощаднее, понимая, что все самое худшее, что мы сейчас испытаем, со временем обернется нам во благо. И тут он увидел еще одну вспышку, озарившую ярким, мгновенным и недобрым светом разваленным былого могущества и роскошь, расцветшей вокруг природы. Какой удивительный контраст! Остатки созданного человеком погибают навеки, а круговорот природы несет в себе вечное обновление? Увы, ради чего же совершается это обновление, как не ради того, чтобы посмеяться над бренными творениями рук человеческих, которыми смертные понапрасну стараются ее превзойти? пирамиды и те рано или поздно должны будут погибнуть, тогда как пробивающая сомежих разъединенных камней трава будет возрождаться из года в год. Стентон погрузился в раздумья, но мысли его самым неожиданным образом оборвались. Он увидел двоих мужчин, которые несли тело молодой и должно быть очень хорошенькой девушки убитой молнией. Стентон подошел к ним и услыхал, как оба они повторяли «Здесь некому по ней горевать», «Некому по ней горевать», повторяли шедшие за ними следом двое других. Те несли обезображенное и почерневшее тело мужчины, который недавно еще был и привлекателен, и красив. Некому по ней теперь горевать. Это были двое влюбленных. Когда ее убило удар молнии, он кинулся оказать ей помощь, и в ту же минуту новый удар поразил и его. Когда тела уже должны были унести, подошел некий человек, очень спокойной и размеренной походкой, как будто только он один не сознавал опасности положения, и страх был над ним невластен. Какое-то время он взирал на мертвецов, а потом вдруг разразился смехом столь громким, неистовым и раскатистым, что крестьяне, которых смех этот ужасал не меньше, чем в завывании бури, поспешили поскорее убраться, унося с собою тела убитых. Даже Стэнтон был до такой степени поражен этим смехом, что удивление в нем взяло верх над испугом, и, обернувшись к незнакомцу, который стоял все на том же месте, он спросил его, кто дал ему право глумиться над человеческими чувствами. Незнакомец неспеша повернулся к нему, и, открыв лицо, на котором тут в рукописи шло несколько строк, разобрать которые не было возможности, сказал по-английски, в этом месте был большой пропуск, исследовавшие затем записи, которые можно было разобрать, хотя они и были продолжением начатого рассказа, не имели ни начала, ни конца. Ужасы этой ночи заставили Стэнтона упорно и неотступно стучаться в дом и непронзительный голос старухи, повторявшей еретика англичанина, ни за что, «Матерь Божья, защити нас, а ты не сатана!» не тот особый стук оконных створок, столь характерный для валентийских домов, который раздавался, когда она открывала их, чтобы излить на пришельца весь поток ругательств, и снова закрывала при каждой вспышке молнии, врывавшейся в комнату, не в силах были удержать его от настойчивых просьб впустить его в дом. Ночь выдалась такая, что все мелкие житейские страсти должны были притихнуть и уступить место одному только трепету перед силой, которая посылала эти ужасы людям и состраданию к тем, кому приходилось их испытывать. Однако Стентон чувствовал в возгласах старухи нечто большее, нежели свойственный этой нации фанатизм. То было особое избирательное отвращение к англичанам, и чувство это его не обмануло, но от этого не ослабевало упорство, с которым он... Дом был обширный и красивый, но печаль грусти и запустения. У стены стояли скамейки, но на них никто не сидел. В помещении, которое некогда служило залом, стояли столы, но казалось, что много лет уже никто не собирался за ними. Отчетливо били часы, но ничей веселый смех, ничей оживленный разговор не заглушал их звука. Время давало свой страшный урок одной только тишине. В каминах чернели давным-давно прогоревшие угли, у фамильных портретов был такой вид, будто это они единственные хозяева дома. Казалось, что из потемневших рам слышатся голоса, некому смотреть на нас, и эхо от шагов Стентона и его дряхлой спутницы было единственным звуком, доносившимся между раскатами грома столь же зловещими, но уже далекими. Теперь они все больше походили на глухие шумы изношенного сердца. Проходя одну из комнат, они вдруг услышали крик. Стентон остановился, и ему сразу представились страшные картины опасностей, которым путешествующие по континенту подвергаются в пустынных и отдаленных замках. «Не обращайте на это внимание», сказала старуха тусклую лампою, освещавшая ему путь. «Просто он, убедившись воочию, что у ее английского гостя, даже если это был сам дьявол, нет ни рогов, ни копыт, ни хвоста, что крестное знамение не приводит его в содрогание, и что в то время, как он говорит, изо рта его не извергается горящая сера, старуха немного осмелела и, наконец, приступила к своему рассказу, который, как ни был Стентон устал и измучен, он. Все препятствия были теперь устранены. Родители и вся родня перестали противиться, и влюбленные соединились. Они составляли прелестную пару. Казалось, что это ангелы воплоти, всего лишь на несколько лет упредившие свой вечный союз на небесах. Свадьбу справили очень торжественно, и несколько дней спустя было устроено большое празднество в том самом обшитом панелями зале, который, как вы помните, показался вам очень мрачным. В тот вечер стены его были увешаны роскошными шпалерами, изображающими подвиги Сида, а именно сожжение нескольких мавров, которые не захотели отречься от своей проклятой веры. На шпалерах этих было великолепно изображено, как их пытали, как они корчились и вопили, как из устых вырывались крики «Магомед, Магомед!» когда их жгли на костре, вы как будто слышали все это сами. На возвышении под роскошным балдахином, на котором красовалось изображение Пресвятой Девы, восседала Донья Изабелла де Кардоса, мать невесты, а возле нее на богато вышитых подушках сама невеста Донья Инес. Напротив нее сидел жених, и хотя они ничего не говорили друг другу, две пары медленно поднимавшихся и стремительно опускавшихся глаз, глаз, которым свойственно смущаться, делились одна с другой своим упоительным и тайным счастьем. Дон Педро де Кардоса пригласил на свадьбу дочери много гостей, в числе их оказался англичанин по имени Мелмот, путешествовавший по стране. Никто не знал, кем он был приглашен. Он сидел, как, впрочем, и все остальные, в молчании, когда гостям подносили холодные напитки и обсахаренные вафли. Ночь была очень душной, полная луна горела, точно солнце над развалинами Сагунта, вышитые занавеси на окнах тяжело колыхались, и казалось, что ветер все время пытается поднять их, а они противятся его силе. В рукописи был снова пробел, но на этот раз очень незначительный. Гости разбрелись по бесчисленным аллеям сада. По одной из этих аллей прогуливались жених и невеста. Восхитительный аромат апельсиновых деревьев смешивался с запахом цветущих мирт. Вернувшись в зал, оба стали спрашивать собравшихся, слышали ли они удивительную музыку, звучавшую в саду перед тем, как им уйти оттуда. Но оказалось, что никто ничего не слышал. Их это удивило, и они сказали об этом гостям. Англичанин все это время не выходил из зала. Говорят, что, услыхав эти слова, он улыбнулся необычной и странной улыбкой. Его молчание было замечено еще и раньше, но все приписали его незнанию испанского языка, обстоятельству, к которому сами испанцы, как правило, остаются равнодушны. Они не подчеркивают его, когда им случается говорить с иностранцем, но вместе с тем и ничем не облегчают своему собеседнику его трудного положения. К разговору об удивительной музыке больше не возвращались до тех пор, пока все не уселись за ужин. В эту минуту Донья Инес и ее юный супруг, обменявшись улыбкой, в которой сквозили удивление и восторг, воскликнули оба, что слышат те же самые восхитительные звуки. Гости прислушались, но ни один из них ничего не услышал и каждый ощутил странность происходящего. — Тссс! — произнесли все одновременно. В зале воцарилась мертвая тишина. В каждом взгляде чувствовалось такое напряжение, что можно было подумать, что все хотят вслушаться в наступившую тишину глазами. Это глубокое безмолвие никак не вязалось с великолепием празднества, и свет факелов, которые держали слуги, выглядел зловеще. Временами можно было подумать, что в зале пируют мертвецы. Тишина эта была нарушена, хотя всеобщее удивление отнюдь не улеглось, когда появился отец Олавида, духовник Доньи Изабеллы, которого еще до начала торжества вызвали в один из соседних домов напутствовать умирающего. Это был священник, известный своей праведной жизнью, которого любили в семье и уважали по всей округе, где он выказал особое рвение и искусство в изгнании злых духов. Действительно, ему это необыкновенно удавалось, и он этим гордился по праву. Дьяволу никогда не доводилось еще попадать в худшие руки, если он оказывался настолько упрям, что не смирялся перед латынию, и даже первыми стихами Евангелия от святого Иоанна по-гречески, к которым, надо сказать, отец Олавида прибегал только в тех особо трудных случаях, когда противник его проявлял крайнее упорство. Здесь Стентон вспомнил историю английского мальчика из Билдсона и даже теперь в Испании покраснел за своих соотечественников. То священник этот непременно обращался за помощью к инквизиции. И как ни были перед этим упорны дьяволы, все-таки они в конце концов вылетали из бесноватых, и как раз тогда, когда под их отчаянные выкрики, и, разумеется, кощунственные, людей этих привязывали к столбу, чтобы сжечь живыми. Были среди бесов и такие, которые не покидали своих жертв и тогда, когда их лизали уже языки пламени, но даже самые упорные должны были перебираться в другое место, ибо бесы не могут жить в куче золы, рассыпчатой и липкой. Таким образом, молва об отце Олавиде распространилась очень далеко, и семейство Кардоса было весьма заинтересовано в том, чтобы заполучить его в духовники, чего им и посчастливилось добиться. После только что исполненного долгом лицо доброго пастыря помрачнело, но мрачность эта рассеялась, как только он очутился среди гостей и был им представлен. Ему тут же нашли место за столом, и случайно он оказался как раз напротив англичанина. Когда ему поднесли вина, отец Олавида, который, как я уже говорил, был человеком исключительного благочестия, приготовился произнести про себя коротенькую молитву. Вдруг он замешкал, весь задрожал, а потом совершенно обессилел. Поставив бокал на стол, он утер рукавом проступивший на лбу пот. Донья Изабелла сделала знак слуге, и ему тут же подали другое вино высшей марки. Губы священника зашевелились, словно для того, чтобы благословить и поданное вино, и всех сидящих за столом, но ему это снова не удалось. Он так изменился в лице, что присутствующие это заметили. Он почувствовал, что обратил на себя внимание всех своим необычным видом, и еще раз попытался сгладить это тягостное впечатление и поднести бокал к губам. Все общество взирало на него с такой тревогой, что в этом наполненном людьми зале слышны были только шорохи его рясы, в то время как он сделал еще одну напрасную попытку выпить вино. Пораженные гости сидели молча. Стоял один только отец Олавида. В эту минуту, сидевший напротив англичанин, поднялся с места и, казалось, задался целью воздействовать на священника своим колдовским взглядом, Олавида зашатался. У него закружилась голова, он ухватился за плечо стоявшего сзади пожа и, наконец, на мгновение зажмурив глаза, как бы для того, чтобы уйти от страшных чар этого непереносимого света, все присутствующие заметили, что глаза англичанина с минуты его появления в зале излучали ужасный неестественный блеск, воскликнул. Кто это среди нас? Кто? Я не в силах произнести слов благословения, пока он здесь. Я не чувствую благодати. Там, где он ступает, земля сожжена. Там, где он дышит, в воздухе вспыхивает огонь. Там, где он ест, яства становятся ядом. Там, куда устремляется его взгляд, сверкает молния. Кто это среди нас? Кто? Повторял священник, ужаслабеющим голосом, произнося последние слова заклинания. Капюшон его откинулся назад, редкие волосы вокруг танзуры пришли в движение, отохватившего его ужаса, вытянутые руки, высунувшиеся из рукавов рясы, были простерты к незнакомцу и делали его похожим на охваченного страшным наитием прорицателя. Он все еще стоял, а англичанин спокойно стоял напротив него. Окружающие были потрясены, и их сметенные позы резко контрастировали с суровой неподвижностью этих двух людей в молчании воззревшихся друг на друга. «Кто знает этого человека?» воскликнул Олавида, словно пробуждаясь от забытия. «Кто его знает?» «Кто его сюда привел?» раздались голоса, заверяющие, что тот или другой знать не знают англичанина, и каждый шепотом спрашивал соседа, кто же все-таки привел его в дом. Тогда отец Олавида, поочередно указывая на каждого из гостей, стал расспрашивать каждого в отдельности. «Вы знаете его?» «Нет, нет, нет!» послышались решительные ответы. «Ну, а я его знаю,» сказал Олавида. «Я узнаю его по этим холодным каплям», и он вытер лоб, «по этим скрюченным суставам», и он снова сделал попытку перекреститься, но не мог. Он возвысил голос и с большим трудом проговорил «по этому хлебу и вину, которые для исполненного веры суть плоти, кровь Христовы, но которые его присутствие превращает в нечто столь же нечистое, как пена на губах, порешившего с собою Иуды, «по всем этим признакам я узнаю его и заклинаю его сгинуть, это, это...» При этих словах он наклонился вперед и посмотрел на англичанина взглядом, который был ужасен от того, что в нем смешались ярость, ненависть и страх, все поднялись с мест. Собравшиеся, как бы разделились сейчас на две части. С одной стороны, это были пришедшие в смятение гости и хозяева дома, которые все сбились вместе и спрашивали друг друга, кто же он, кто, а с другой, стоявший неподвижно англичанин Иолавида, который упал и мертвый уже, все еще продолжал указывать на врага. Тело священника вынесли в другую комнату. Исчезновение англичанина никто даже не заметил до тех пор, пока все опять не вернулись в зал. Там все засиделись далеко за полночь, обсуждая необыкновенное происшествие и в конце концов решили остаться до утра в доме, дабы злой дух, а они были убеждены, что англичанин никто иной, как сам дьявол, не надругался над телом покойного, что было бы нестерпимо для ревностного католика, тем более, что умер он без последнего напутствия. Едва только это похвальное решение было принято, как всех подняли на ноги крики ужаса и предсмертные хрипы, донесшиеся из спальни новобрачных. Все кинулись к двери, и первым отец, они распахнули ее, и глазам их предстала новобрачная, лежавшая бездыханной в объятиях своего юного супруга. Рассудок к нему больше уже не вернулся. Семья покинула замок, в котором ее постигло столько горя. В одной из комнат до сих пор живет несчастный безумец. Это он кричал, когда вы проходили по опустевшим покоям. Большую часть дня он пребывает в молчании, но в полночь всякий раз начинает кричать пронзительным, душераздирающим голосом «Идут! Идут!» После чего снова погружается в глубокое молчание. Во время погребения отца Олавиды произошло нечто странное. Хоронили его в соседнем монастыре. Доброе имя этого праведника и необычные обстоятельства, при которых он умер, привлекли на похороны много народа. Произнести надгробную проповедь поручили монаху который славился своим красноречием, а для того, чтобы придать больше убедительности его словам, покойника положили в боковом пределе на возвышении с непокрытым лицом. В основу проповеди своей монах положил слова одного из пророков «Смерть вошла во дворцы наши». Он пространно говорил о смерти, чей приход, будь он стремителен или медлен, в равной мере ужасен для человека. Он вспоминал о превратностях судьбы, о крушении империй, и в словах его были и ученость, и сила. Однако незаметно было, чтобы все это произвело особенное впечатление на слушателей. Он цитировал различные места из житий святых, где описываются исполненные славы мученичество и героизм тех, кто проливал кровь и горел в огне за Христа и Пресвятую Матерь Божию, но собравшиеся, казалось, ждали, что он скажет еще нечто другое, что растрогает их больше. Когда он грозно обрушился на тиранов, оставивших по себе память кровавыми преследованиями этих святых, слушатели его на какое-то мгновение словно очнулись от забытья, ибо всегда бывает легче пробудить в человеке страсть, нежели нравственное чувство. Но когда он заговорил о покойном и выразительно простер руку, указуя на лежавшее перед ним холодное неподвижное тело, все взгляды обратились на него и все насторожились, даже влюбленные, которые, делая вид, что окунают пальцы в святую воду, умудрялись передавать друг другу записки, прервали на какое-то время свое увлекательное занятие и прислушались к словам проповедника. Он с большим жаром говорил о добродетелях покойного, утверждая, что тот находился под особым покровительством пресвятой девы и перечислил все, что с его кончиной теряло братство, к которому он принадлежал, все общество в целом и христианская вера. Он даже разразился по этому поводу инвективою, обращенной к Богу. «Господи, как ты мог, воскликнул он, так поступить с нами? Зачем ты отнял у нас этого великого праведника? Ведь добродетелей его, если должным образом употребить их, несомненно хватило бы, чтобы искупить отступничество святого Петра, противодействие апостола Павла до его обращения, и даже предательство самого Иуды, «Господи, почему ты отнял его у нас?» И вдруг из толпы глухой и низкий голос ответил, «Потому что он этого заслужил». Шепот одобрения, донесший со всех сторон, почти заглушил эти неожиданно неожиданно прозвучавшие слова, и хотя среди тех, кто стоял ближе всех к человеку, который их произнес, и произошло некоторое замешательство, все остальные продолжали внимательно слушать. «За что?» продолжал проповедник, указывая на мертвеца. «За что наказали тебя этой смертью, раб Божий?» «За гордость, невежество и страх», ответил тот же голос, сделавшийся еще более страшным. Сметение охватило теперь всех. Проповедник умолк, и в раступившейся толпе предстала фигура монаха того же монастыря. После того, как были испробованы все обычные способы увещевания, внушения и взыскания, и местный епископ, которому доложили об этом чрезвычайном происшествии, прибыв в монастырь, потребовал, чтобы строптивый монах объяснил ему свое поведение, но так ничего и не добился, было решено предать виновного суду инквизиции. Когда несчастному сообщили об этом, ужас его был безграничен, и он готов был снова и снова повторять все то, что может рассказать о смерти отца Олавиды, но все его самоуничижение и повторные просьбы исповедовать его пришли слишком поздно. Его передали в руки инквизиции. Существо процессов, которые ведет этот суд, редко становится известным, но имеются некие тайные сведения, за достоверность которых я не могу ручаться, касательно того, что он говорил на суде и какие пытки ему пришлось вынести. На первом допросе он обещал рассказать все, что может. Ему ответили, что этого недостаточно и что он обязан рассказать все, что знает. Почему ты пришел в такой ужас, когда хоронили отца Олавиду? Не было человека, который не испытал бы ужаса и тоски при виде смерти этого чтимого всеми священника, который оставил после себя добрую славу, поступя иначе, это могло бы служить доказательством моей вины. Почему ты прервал надгробное слово такими странными возгласами? На вопрос этот не последовало ответа. Почему ты продолжаешь упорствовать и навлекаешь на себя опасность своим молчанием? Взгляни, заклинаю тебя, брат мой, на распятие, что висит на стене. С этими словами инквизитор указал на большой черный крест, висевший позади кресла, на котором он сидел. Одна капля пролитой им крови может смыть все грехи, какие ты когда-либо совершал, но вся эта кровь вместе с заступничеством царицы небесной и подвижничеством всех мучеников больше того, даже отпущение, данное самим папой, не сможет избавить тебя от проклятия, которое тяготеет над нераскаившими согрешниками. Но какой же я совершил грех? Самый тяжкий из всех возможных грехов. Ты отказался отвечать на вопросы, заданные судом Пресвятой и Всемилостивой Инквизиции. Ты не захотел рассказать нам, что тебе известно о смерти отца Олавиды. Я уже сказал вам, что, как я полагаю, гибель его есть следствие его невежества и самомнение. Чем ты можешь доказать это? Он пытался постичь то, что скрыто от человека. Что же это такое? Он считал себя способным обнаружить присутствие нечистой силы. А сам ты владеешь этой тайной? Подсудимый весь затрясся в волнении, а потом совсем слабым голосом, но очень внятно сказал, господин мой запрещает мне говорить об этом. Если бы господином твоим был Иисус Христос, он бы не мог запретить тебе слушаться приказаний инквизиции или отвечать на ее вопросы, я в этом не уверен. В ответ на произнесенные монахом слова все разразились криками ужаса. После этого следствие продолжалось. Если ты считал, что Алавида виновен в том, что занимается тайными науками, осужденными матерью нашей церковью, то почему же ты не донес о нем инквизиции? Потому что я не считал, что занятия эти могут принести ему какой-нибудь вред. Он оказался слишком слаб духом. Он изнемог в этой борьбе очень решительно сказал узник. Ты значит считаешь, что у человека должна быть сила духа для того, чтобы хранить эти постыдные тайны, когда он занят исследованием их природы и целей? Нет, он прежде всего должен быть креп к телам. Сейчас мы это испытаем, сказал инквизитор, давая знак приступить к пытке. Узник выдержал первое и второе истязание мужественно и стойко. Но когда была применена пытка водой, которую человек не в силах перенести и которая слишком ужасна, чтобы ее можно было даже описать, как только наступила передышка, он тут же закричал, что во всем признается. Тогда его отпустили, дали ему прийти в себя и немного окрепнуть, и день спустя он сделал следующее примечательное признание. Старуха-испанка открыла потом Стэнтону что, и что англичанина несомненно видели потом в округе и видели даже, как ей сказали, в ту же самую ночь. Боже, праведный, скричал Стэнтон, вспомнив незнакомца, чей демонический смех так напугал его в ту минуту, когда он взирал на бездыханные тела двух влюбленных, убитых и испепеленных молнией. После нескольких вымаранных и неразборчивых страниц рукопись сделалась более отчетливой. И Мямот продолжал читать ее, сбитый с толку и неудовлетворенный, не понимая, какая же связь между этими происшедшими в Испании событиями и его предком. Он все же узнал его в англичанине, о котором шла речь. Джона удивляло, как это Стентон мог найти нужным последовать за ним в Ирландию и списать столько листов, рассказывая о том, что случилось в Испании, и оставить рукопись в руках семьи самого Мелмотта для того, чтобы по выражению Догбери можно было проверить недостоверное. Когда он вчитался в последующие строки, разобрать которые было нелегко, удивление его улеглось, но зато любопытство еще более возросло. теперь Стентон находился уже, судя по всему, в Англии. Около 1677 года Стентон был в Лондоне. Мысли его все еще были заняты таинственным соотечественником, человек этот, на котором теперь сосредоточились все его интересы, оказал даже заметное влияние на его внешность. В походке Стентона появилось сходство с описанной с Алюстием походкою Катерины. У него были такие же омерзительные глаза, как у того. Каждую минуту он говорил себе, только бы напасть на след этого существа, человеком его назвать нельзя. А минуту спустя он уже спрашивал себя, а что бы я тогда сделал? Довольно странно, что в таком состоянии он все же продолжал бывать в театрах и на балах. Но так оно действительно было. Когда душа охвачена одной всепоглощающей страстью, мы особенно остро ощущаем нужду во внешнем возбуждении, и наша потребность в светских развлечениях возрастает тогда прямо пропорционально нашему презрению к свету и тому, чем он занят. Он часто посещал театры, которые были модны тогда, когда, скучая, ждали зрителей развязки и за вечер остепенялись маски. Лондонские театры того времени являли собою картину, при виде которой должны были бы навсегда умолкнуть безрассудные крики по поводу возрастающей порчи нравов, безрассудные даже тогда, когда они выходили из-под пера ювенала, а тем более, когда они вылетали из уст современного пуританина. Порог во все времена находится на некоем среднем уровне. Единственное различие, которое стоит проследить, это различие в манере, обычаях и нравах, и в этом отношении у нас есть явные преимущества перед нашими предками. Говорят, что лицемерие это та дань уважения, которую порог платит добродетели. Соблюдение же правил приличия есть та форма, в которую это уважение облекается. А если это так, то приходится признать, что порог за последнее время на редкость присмирел. Что же касается царствования Карла Второго, то в его пороках было какое-то великолепие и хвостливый размах. Об этом говорил уже самый вид театров тогда, когда Стэнтон усердно их посещал. У дверей с одной стороны выстраивались лакеи какого-нибудь знатного дворянина с оружием, которое они прятали под ливреями, и окружали портшес известной актрисы, которую они должны были увозить силой и оружием, как только она садилась в него по окончании спектакля. По другую сторону ожидала карета со стеклами, приехавшая, чтобы после окончания пьесы увезти Кинстона Адони со всех времен, переодетого в женское платье, куда-нибудь в парк, и выставить его там на потеху во всем великолепии женственной красоты, которая его отличала и которую еще больше подчеркивал его театральный костюм. Спектакли начинались тогда в четыре часа и оставляли людям много времени для вечерних прогулок и полуношных встреч в масках при свете факелов, встреч, которые происходили обычно в Сент-Джеймском парке, отчего становится понятным название пьесы Вичерли «Любовь в лесу». В ложах, которые оглядывал Стэнтон, было много женщин, их обнаженные плечи и груди, которые верно запечатлели картины Лили и мемуары Грамона могли бы удержать наших современных пуритан от многих назидательных стенаний и хвалебных гимнов былым временам. Все они, прежде чем посмотреть ту или иную пьесу, посылали на первое представление сначала какого-нибудь из родственников мужчин, дабы тот мог сообщить им, пристало ли смотреть ее женщинам порядочным и всеми уважаемым. Однако, несмотря на эту предосторожность, при некоторых репликах, а надо сказать, что из них чаще всего состояла добрая половина пьесы, им ничего не оставалось, как раскрывать веера или играть тогда еще бывшими в моде длинными локонами, развенчать которые оказалось не под силу даже самому прину. Сидевших в ложах мужчин можно было разделить на две категории. К первой относились веселящиеся городские остряки, которых отличали галстуки из фламандских кружев, перепачканные нюхательным табаком, персни с алмазами, выдававшиеся за подарки королевских любовниц, будь то герцогиня Портсмутская или Нелгвин, нечесанные парики с кудрями, не спадавшими на грудь, развязность, с которой они во всеуслышание поносили Драйдена, Ли и Отвея и цитировали Сэдли и Рочестера. Другую категорию составляли изящные любовники, дамские кавалеры, их можно было отличить по белым украшенным бахромой перчаткам, по церемонным поклонам и потому, что каждое свое обращение к даме они начинали неуместным восклицанием «Господи Иисусе!» или более мягким, но столь же бессмысленным «Умоляю вас, сударыня» или «Сударыня, я весь в огне». Своеобразие нравов того времени сказывалось в одном очень необычном для нас обстоятельстве. Женщины не заняли еще тогда надлежащего положения в жизни. Их то чтили как богинь, то честили как потаскух. Мужчина мог говорить со своей возлюбленной языком орундата, боготворящего Кассандру, а минуту спустя осыпать ее потоком самых отборных ругательств, которые вогнали бы в краску даже видавшую виды площадь Ковенгарден. Партер представлял собой зрелище более разнообразное. Там можно было увидеть критиков, вооруженных с ног до головы всей премудростью от Аристотеля до Боссю. Люди эти обедали в двенадцать часов, диктовали в кофейне до четырех, потом мальчишка чистил им башмаки и они отправлялись в театр, где до поднятия занавеса сидели в мрачном бездействии и в ожидании вечерней добычи. Были там и адвокаты, щеголеватые, развязанные и болтливые. Кое-где можно было увидеть и какого-нибудь степенного горожанина. Он сидел сняв свою остроконечную шляпу и пряча скромно завязанный галстук в складках пуританского плаща, а в это время глаза его, глядевшие искоса, но с явным волнением на какую-нибудь женщину в маске, укрытую капюшоном и кутавшуюся в шарф, не оставляли сомнения насчет того, что завлекло его в шатры кейдарские. Сидели там и женщины, но на лицах у всех были маски, и хотя маски эти успели уже обветшать, как у тетушки Дины в трестаме шенги, они все же скрывали красавец от молодых вертопрахов, которых те хотели завлечь, да и от всех остальных, за исключением продавщиц апельсинов, которые громко их окликали у входа. На галереях теснились счастливцы, ожидавшие исполнения обещания, которое давал Драйден в одном из своих прологов. Им было все равно, являлся ли на сцену призрак матери Альмансора в промокшем насквозь плаще или дух Лая, который в соответствии с указаниями, написанными для сцены, выезжает вооруженный на колеснице, а за спиной у него призраки трех убитых слуг. Шутка, которую не оставил без внимания Аббат Леблан в своем руководстве к писанию английской трагедии. Иные зрители требовали, правда, время от времени сожжения папы, но хотя пьеса всех океанов одолев преграду, начавшись в Мексике вела в Элладу, не всегда оказывалось возможным доставить им столь милое развлечение, ибо действие широко известных пьес чаще всего происходило в Африке или в Испании. Сэр Роберт Хауэрт, Эл Кенесеттл и Джон Драйден все единодушно остановили свой выбор на испанских и мавританских сюжетах. В этой веселой компании было несколько светских дам в масках. Они втайне наслаждались свободой, которой не решались пользоваться открыто и подтверждали характерные слова гея, хоть и написанные много лет назад, что на галерее лора смело может смеяться шутки, что смущает ложи. Стэнтон взирал на все это как человек, в котором ничто не может вызвать улыбки. Он посмотрел на сцену. Давали Александра пьесу, в которой участвовал сам автор ее Ли, а главную роль исполнял Харт. С такой божественной страстностью игравшей любовные сцены, что зрители готовы были поверить, что перед ними настоящий сын Амона. В пьесе этой было достаточно всяческих нелепостей, которые могли вызвать возмущение, и не только зрителя с классическим образованием, но и вообще всякого здравомыслящего человека. Греческие герои появлялись там в башмаках, украшенных розами, в шляпах с перьями и в париках, доходивших до плеч, персидские принцессы в тугих корсетах и с напудренными волосами. Однако иллюзию было чем подкрепить, ибо героини оказались соперницами не только на сцене, но и в жизни. Это был тот памятный вечер, когда, если верить рассказу ветерана Беттертона, миссис Барри, исполнявшая роль Роксаны, поссорилась с миссис Баутел, исполнительницей роли статиры из-за вуали, которую костюмер, человек пристрастный, присудил последний. Роксана подавляла свой гнев вплоть до пятого акта, когда же по ходу действия ей надлежало заколоть статиру, отплатила сопернице ударом такой силы, что острие кинжала пробило той корсет и нанесло ей рану, хоть и не опасную, но глубокую. Миссис Баутел лишилась чувств, представление было прервано, большинство зрителей, в том числе и Стэнтон, взволнованные всем происшедшим, повставали с мест, и вот как раз в эту минуту в кресле напротив он неожиданно обнаружил того, кого искал столько лет, англичанина, некогда встреченного им на равнинах Валенсии, который, по его убеждению, был главным действующим лицом рассказанных ему необыкновенных историй. Как и все остальные, он поднялся с места, в наружности его не было ничего примечательного, но выражение его глаз не оставляло никаких сомнений, что это именно он, забыть его было нельзя. Сердце Стэнтона сильно забилось, в глазах у него потемнело безымянный и страшный недуг, сопровождающийся зудом во всем теле, на котором проступили капли холодного пота, возвестил, что, прежде чем он успел окончательно прийти в себя, послышались звуки музыки тихой, торжественной и пленительно нежной. Они доносились откуда-то из-под земли и, распространяясь вокруг, постепенно нарастали, становились сладостней и, казалось, заполонили собою все здание. В порыве восторга и удивления он спросил кого-то из присутствующих, откуда доносятся эти звуки, однако отвечали ему все так, что было совершенно очевидно, что его считают рехнувшимся. Да и в самом деле происшедшая в его лице перемена могла только подтвердить это подозрение. Ему припомнился рассказ о том, как в роковую ночь в Испании такие же сладостные и таинственные звуки послышали с жениху и невесте и как молодая девушка погибла в ту же самую ночь. Неужели следующей жертвой должен стать я, подумал Стентон, и неужели назначение этой божественной мелодии, которая словно создана для того, чтобы подготовить нас к переходу в иной мир, только в том, чтобы возвестить этими райскими песнями присутствие дьявола во плоти, который насмехается над людьми благочестивыми, готовясь излить на них дыхание ада? Очень странно, что именно в эту минуту, когда воображение разыгралось до крайнего предела, когда существо, которое он так долго и так бесплодно преследовал, за одно мгновение сделалось, можно сказать, ощутимым и доступным и для тела, и для души, когда злому духу, с которым он боролся во тьме, пришлось бы наконец себя обнаружить, Стэнтон испытал какое-то разочарование, перестал верить в смысл того, чего так упорно добивался. Нечто подобное испытал, вероятно, Брюс, открывший истоки Нила, или Гиббон, завершив свою историю. Чувство, которое столько времени владело им, что сделалось для него своего рода долгом, в сущности было самым обыкновенным любопытством. Но есть ли страсть более ненасытная или более способная окутать ореолом романтического величия все совершающие своими ее странности и чудачества? В известном отношении любопытство походит на любовь. Оно всегда сводит воедино предмет и чувство, которое он вызывает. И если чувство это достаточно сильно, то предмет может быть иничтожен, и это не будет иметь никакого значения. Ребенок, пожалуй, бы улыбнулся при виде необычайного волнения Стэнтона от неожиданной встречи с незнакомцем. Но любой мужчина в расцвете сил содрогнулся бы от ужаса, обнаружив, что ему грозит катастрофа и конец близок. После окончания спектакля Стэнтон простоял еще несколько минут на пустынной улице. Ярко светила луна, и неподалеку от себя он увидел фигуру, тень от которой, достигавшая середины улицы, в те времена еще не было вымощенных плитами тротуаров, единственной защитой пешеходов были стоявшие по обе стороны каменные тумбы и протянутые между ними цепи. Показалось ему невероятно длинной. Он так давно уже привык бороться с порожденными воображением призраками, что победа над ними всякий раз наполняла его какой-то упрямой радостью. Он подошел к поразившей его фигуре и увидел, что гигантских размеров достигала только тень, тогда как стоявший перед ним был не выше среднего человеческого роста. Подойдя еще ближе, он убедился, что перед ним именно тот, кого он все это время искал, тот, кто на какое-то мгновение появился перед ним в Валенсии и кого после четырехлетних поисков он только что узнал в театре. Вы искали меня? Да. Вы хотите что-нибудь у меня узнать? Многое. Тогда говорите. Здесь не место. Не место. Несчастный. Ни пространство, ни время не имеют для меня никакого значения. Говорите, если хотите что-то спросить меня или что-то узнать. Мне много о чем надо вас спросить, но, надеюсь, мне нечего от вас узнавать. Ошибаетесь? Но вы все поймете, когда мы встретимся с вами в следующий раз. А когда это будет? спросил Стэнтон, хватая его за руку. Назовите время и место. «Это будет днем, в двенадцать часов», ответил незнакомец с отвратительной и загадочной улыбкой. «А местом будут голые стены сумасшедшего дома. Вы подыметесь с пола, грохоча цепями и шелестя соломой, а между тем над вами будет тяготеть проклятие здоровья и твердой памяти. Голос мой будет до тех пор звучать у вас в ушах, и каждый предмет, живой или неживой, будет до тех пор отражать блеск этих глаз, пока вы не увидите их снова. Может ли быть, что наша новая встреча произойдет при таких ужасных обстоятельствах, спросил Стентон, стараясь уклониться от блеска демонических глаз. Никогда, глухо сказал незнакомец, никогда я не оставляю друзей в беде. Стоит им низвергнуться в глубочайшую бездну уничижения и горя, как они могут быть уверены, что я явлюсь их проведать. Когда Джону вновь удалось разобрать страницы рукописи, на которых продолжался рассказ, он прочел о том, что стало со Стентоном спустя несколько лет, когда тот очутился в самом плачевном положении. Его всегда считали человеком со странностями, и это убеждение, усугублявшееся постоянными разговорами его о Мелмате, безрассудной погоней за ним, странным поведением в театре и подробным описанием их необыкновенных встреч, которое делалось с глубочайшей убежденностью, хотя ему ни разу не удавалось никого убедить, кроме себя же самого в том, что встречи эти действительно имели место, все это привело кое-кого из людей благоразумных к мысли, что он рехнулся. Может быть, правда, ими руководило не только благоразумие, но и злоба, эгоистичной француз говорит, что мы находим удовольствие даже в несчастьях наших друзей, а уж тем более наших врагов. А так как человека одаренного, разумеется, каждый почитает своим врагом, то известие о том, что Стэнтон сошел с ума, распространялось с невероятным рвением и возымело свое влияние на людей. Ближайший родственник Стэнтона, человек бедный и лишенный каких-либо нравственных устоев, следя за распространением этого слуха, убеждался, что жертве его ничего не стоит попасться в ловушку. И вот однажды он приехал к нему поутру в сопровождении степенного на вид человека, в наружности которого, однако, было что-то отталкивающее. Стэнтон был, как обычно, рассеян и тревожен. Поговорив с ним несколько минут, родственник его предложил ему поехать за город покататься, уверяя, что прогулка это его подбодрит и освежит. Стэнтон стал возражать, ссылаясь на то, что трудно будет достать наемный экипаж, как это ни странно, в то время собственных экипажей, хоть, вообще-то говоря, их было несравненно меньше, чем в наши дни, было все же больше, чем наемных, и сказал, что предпочел бы поехать кататься по реке. Это, однако, совершенно не входило в расчеты его родственника, и тот сделал вид, что послал за экипажем, на самом же деле, карета уже дожидалась их в конце улицы. Стэнтон и оба его спутника сели в нее и отправились за город. В двух милях от Лондона карета остановилась. Пойдем, братец, сказал младший Стэнтон, пойдем, поглядим, какую я сделал покупку. Стэнтон, мысли которого были где-то далеко, вышел из кареты и пошел вслед за кузеном по небольшому мощеному двору. Незнакомец последовал за ними. По правде говоря, дорогой мой, сказал Стэнтон, выбор твой, мне что-то не очень нравится, дом какой-то мрачный, не спеши, братец, сказал тот, я постараюсь, чтобы он тебе понравился, надо только, чтобы ты тут немного пожил. У входа их ожидали слуги. Одеты они были плохо и не внушали доверия. Все трое поднялись наверх по узенькой лестнице, которая вела в очень убого обставленное помещение. Подождите меня здесь, сказал Стэнтон младший, приехавшему с ними незнакомцу, а я схожу пока за теми, кто должен будет скрасить здесь моему кузену его одиночество, а они остались вдвоем. Стэнтон не обратил внимания на сидевшего рядом человека и по обыкновению схватил первую попавшуюся ему на глаза книгу и принялся читать. Это была переплетенная рукопись, каких в то время было гораздо больше, нежели в наши дни. Первые же строки поразили его, ибо сразу видно было, что автор не в своем уме. Это было странное предложение, написанное по-видимому, после большого пожара Лондона построить город внове из камня. Причем автор приводил дикие, неверные, однако порою все же не лишенные смысла расчеты, указывая, что для этой цели можно было бы воспользоваться огромными глыбами Стоунхенджа, которые он рекомендовал перевезти в город. К рукописи прилагались затейливые чертежи машин, с помощью которых можно будет волочить эти гигантские глыбы, а на уголке была сделана приписка «Я бы начертил все это гораздо точнее, но мне не дали ножа, чтобы очинить перо». Другая рукопись была заглавлена скромное предложение касательно распространения христианства в различных странах, с помощью которого, как надеется автор, можно будет охватить им весь мир. Это скромное предложение сводилось к тому, чтобы обратить в христианскую веру турецкое посольство, которое существовало в Лондоне несколько лет назад, поставив каждого из турок перед дилеммой, либо быть задушенным тут же на месте, либо сделаться христианином. Разумеется, писавший рассчитывал, что все изберут более легкую участь, но даже тем, кто давал свое согласие, ставилось особое условие, а именно, они должны были дать властям обязательство, что по возвращении в Турцию каждый из них будет обращать в христианскую веру не менее двадцати мусульман в день. Проект этот заканчивался в некотором роде в стиле капитана Боба Дила. Каждый из этих двадцати обязан в свою очередь обратить еще двадцать других, а четыре сотни новообращенных должны будут поступить точно так же и обратить соответственное число турок, и таким образом вся Турция окажется христианской страной, прежде, чем об этом успеет узнать султан. После этого произойдет Куда-та дворцовый переворот. В одно прекрасное утро со всех минаретов Константинополя вместо криков муэдзинов раздастся колокольный звон, и имам, вышедший из дома, чтобы узнать, что случилось, неминуемо столкнется с епископом Кентерберийским в полном облачении, совершающим соборное богослужение в Айя-Софии. Этим все и должно будет завершиться. Тут, однако, возникло возражение, которое предвидел хитроумный автор проекта. Люди, в которых желчь берет верх над умом, пишет он, могут подумать, что коль скоро архиепископ будет проповедовать по-английски, слова его не очень-то дойдут до турецкого народа, который, придерживаясь старинки, продолжает лопотать на нелепом своем языке. Однако возражение это, по его словам, устраняется. Автор весьма здраво замечает, что всюду, где богослужение велось на непонятном языке, благочестие паствы еще более возрастало. Так было, например, в римской церкви, когда блаженный Августин со своими монахами вышел навстречу королю Этельберту, распевая Литании на языке, которого его величество безусловно не мог понять, и сразу же обратил в свою веру и короля, и весь его двор, что Севиллины книги приводилось и много других примеров. Между листами рукописи были вложены вырезанные из бумаги изображения упомянутых выше турецких послов. Бороды их были вырезаны пером с большим изяществом и мастерством, но страницы эти заканчивались жалобой художника на то, что у него отняли ножницы. Он, однако, утешал и себя, и читателя уверением, что, когда настанет ночь, сумеет поймать проникший сквозь решетку лунный луч и, наточив его ожелезную ручку двери, сотворит им настоящие чудеса. На следующей странице можно было увидеть печальное доказательство того, что это был некогда человек могучего ума, ныне уже совсем ослабевшего. То были строки безумных стихов, которые приписывались поэту-драматургу Ли и начинались так «О, если б мог мычать я, как горох!» и тому подобное. Нет никаких доказательств в пользу того, что автор жалких этих строк действительно Ли, разве только, что написаны они модными тогда четверостишиями. Примечательно, что Стентон читал все это, не подозревая огрозившей ему опасности, совершенно поглощенный альбомом приюта умалишенных, и даже не сообразив, в какое место он попал, хотя обнаруженные им труды не оставляли на этот счет никаких сомнений. Прошло немало времени, прежде чем он огляделся кругом и заметил, что спутника его уже и след простыл. Никаких звонков тогда не существовало. Он кинулся к двери, она была заперта, он стал громко кричать, и тут же послышались еще чьи-то крики, но такие душераздирающие и разноголосые, что его охватил безотчетный ужас, и он умолк. По елику время шло, а к нему так никто и не приходил. Он попытался открыть окно, и тут в первый раз заметил, что на нем была решетка. Окно это выходило на узкой, мощенной плитками дворик, где не было ни одного живого существа. Да если бы и нашлось хоть одно, оно бы, верно, не выказало никаких человеческих чувств. Сраженный невыразимым ужасом, он не то чтобы сел, а бессилев, свалился на койку под этим злосчастным окном и стал с нетерпением дожидаться рассвета. В полночь он очнулся от забытья, чего-то среднего между обмороком и сном, которое, впрочем, вряд ли могло длиться долго. До того жестка была койка и сколоченный из сосновых досок стол, к которому он приткнулся головой. Все было окутано густым мраком. Стентон сразу ощутил весь ужас своего положения. Была минута, когда мало что отличало его от обитателей этого дома. Он ощупью добрался до двери, принялся дергать ее с неистовой силой, испуская отчаянные крики, одновременно и моля о помощи и требуя, чтобы ему вернули свободу. На крики эти тут же отозвались сотни голосов, сумасшедшим свойственно совершенно особое коварство и необычайная острота некоторых чувств, и в частности слуха, всегда позволяющая им узнать голос незнакомца. В криках, которые раздавались со всех сторон, слышалось какое-то безудержное сатанинское ликование по поводу того, что в этой обители скорби стало одним постояльцем больше. В изнеможении он замолчал. В коридоре послышались стремительные игулки и шаги. Дверь распахнулась, на пороге стоял свирепого вида человек. За его спиной из полумрака выглядывали еще двое. — Выпусти меня, негодяй! потише, дружок. Чего это ты буянишь? Где я? — Там, где тебе положено быть. — Вы что, собираетесь держать меня здесь? Да как вы смеете? — Мы и кое-что еще смеем, ответил наглый страж порядка и принялся хлестать несчастного ремнем по спине и плечам до тех пор, пока его подопечный не упал на пол, корчес от ярости и от боли. — Ну что, теперь ты видишь, что попал туда, куда надо, повторил негодяй, потрясая над его головой бичом. Вот что, послушай-ка лучше дружеского совета и больше не шуми. Тут у этих ребят кандалы приготовлены, живехонько они их на тебя наденут. Или еще мало тебе того, что сейчас получил. С подручные его вошли в камеру с кандалами в руках, смирительные рубашки тогда еще не вошли в употребление. Страшные лица их и сжатые кулаки говорили о том, что они не замедлят привести в исполнение свою угрозу. когда Стентон услышал лязг цепей, которые они волочили по каменному полу, кровь в его жилах похолодела. Однако ужас, который он испытал, пошел ему на пользу. У него хватило духа признать, что он находится в жалком положении, или что положение его должно считаться жалким и вымолить снисхождение у жестокого смотрителя, обещав со своей стороны, что безропотно подчиниться всем его требованиям. Этим ему удалось смягчить наглеца, и тот удалился. Стентон напряг всю свою волю, чтобы ночь эта его не сломила. Он понимал теперь, что его ждет, и призвал себя выдержать единоборство с судьбой. После долгих размышлений он решил, что самым лучшим для него будет прикинуться покорным и спокойным в надежде, что с течением времени он либо умилостивит негодяев, в чьих руках он сейчас оказался, либо убедив их в том, что он человек безобидный, добьется себе таких поблажек, которые в дальнейшем, может быть, облегчат ему побег. Поэтому он решил вести себя елико возможно смирно и не допускать, чтобы голос его был слышен в доме. Принял он и еще кое-какие решения, причем обнаружил в себе такое благоразумие, что даже испугался, не есть ли это уже первое проявление той хитрости, какая бывает у сходящих с ума, или первое последствие приобщения к мерзительным повадкам обитателей этого дома. В ту же ночь выводы эти подверглись жестокому испытанию. У Стентона оказались два пренеприятных соседа. Соседом его справа был ткач-пуританин. Его свела с ума одна единственная проповедь, произнесенная знаменитым Хью Питерсом, и он был отправлен в сумасшедший дом после того, как проникся идеей предопределения и осуждения всего на свете. Насколько вообще может проникнуться этим человек, и даже еще больше? С самого утра он без конца повторял пять пунктов, воображая, что проповедует на тайном собрании пуритан, и что те восторженно его слушают. С наступлением сумерек бред его принимал все более мрачный характер, а к полуночи он разражался ужасающими кощунственными проклятиями. Соседом Стентона слева был портной монархист, разорившийся оттого, что много шил в кредит роялистам и их женам. Ибо в те времена, да и значительно позднее, вплоть до царствования королевы Анны, женщины заказывали портным даже корсеты, и тем приходилось их подгонять потом по фигуре. Портной этот сошел с ума от пьянства и верноподданнических чувств, когда сжигали охвостья парламента, и с той поры оглашал стены сумасшедшего дома куплетами песенок злосчастного полковника Лавлеса, отрывками из щеголя Сколман-стрит, и забавными сценами из пьес миссис Афри Бен, где кавалеров называют героями, и где представлено, как леди Лэмберт и леди Дезборо идут на религиозное собрание, причем впереди пажи несут огромные Библии, и как дорогой обе влюбляются в двух изгнанников монархистов. «Тавифа! Тавифа!» закричал голос полуторжественно, полунасмешливо. «Ты пойдешь с завитыми волосами и обнаженной грудью», и потом проникновенно добавил «И я ведь канарской плясал жена». Слова эти всякий раз возмущали чувства ткача пуританина, вернее, пробуждали в нем вражду, и он тут же отвечал «Полковник Гаррисон из райских кущ прискачет верхом на муле небесно-голубом и знак подаст». «Брешешь, круглоголовый», взревел портной кавалер, «твоего полковника Гаррисона спровадят в преисподнюю и не видать ему небесно-голубого мула», и заключил эту гневную тираду куплетом одной из направленных против Кромвеля песен «Да жить бы только мне, чтоб вздернуть на сосне нам Нола самого и всех друзей его, и пусть их видит каждый, о, будь он проклят дважды». «Люди добрые, я могу вам много всего поиграть», пропищал сумасшедший скрипач, привыкший играть в тавернах сторонником короля и припомнивший слова подобной же песенки, которую некогда исполнял для полковника Бланта в комитете. «Ну, тогда поиграй мне, мятеж был, дом разнесли», вскричал портной, пустившись плясать по камере, насколько ему позволяли цепи в такт воображаемой музыки. Ткач не выдержал. «Да коли же, господи, да коли», воскликнул он, «враги твои будут осквернять святилище, где ты сподобил меня быть пастырем, и даже то место, где я поставлен проповедовать заточенным в темницу душам, обрушно меня лавиной могущества свое, да разразится буря, и волы накроют меня с головой. дай мне среди ревущих волн призвать тебя так, как пловец подымает вдруг над водою руку, дабы товарищ его увидал, что он тонет. Сестра Руфь, зачем открываешь ты груди, обличая слабость мою? Господи, да будет с нами всесильная десница твоя, как то было тогда, когда ты сломал щит и меч и положил конец битве, когда стопы твои окунались в кровь твоих врагов, а язык псов твоих был красен от этой же крови, а мочи одежды свои в крови, и позволь мне выткать тебе новые, когда ты их запятнаешь, когда же святые твои начнут попирать ногами тяжкой камень твоего гнева, крови, крови, святые призывают пролить ее, земля разверзается, чтобы принять ее, ад ее жаждет, сестра Руфь, молю тебя, прикрой груди свои, и не будь такой, как суетные женщины сего века, о, узреть бы нам такой день, когда явился Господь сонмом ангелов своих, и когда рушились башни, пощади меня в битве, ибо я плохой воин, оставь, стани врага, дабы я мог проклинать проклятиями Мероза тех, кто не призывает Господа помочь им справиться с власть имущими, хотя бы даже для того, чтобы осыпать проклятиями этого мерзкого портного, да, самыми жестокими проклятиями, Господи, я в шатрах кедарских, ноги мои спотыкаются в темноте на горных тропах, падаю, падаю, и несчастный ткач, измученный бредом, упал, и некоторое время ползал потом по соломе. «О, какое это горестное падение, сестра Русь! О, сестра Русь, не радуйся моей беде, о, враг мой! Ничего, что я падаю, я подымусь снова!» Как бы не обрадовали все эти уверения сестру Русь, если бы только она могла их услышать, ткачу они причинили в десять раз больше радости, чем ей. Его любовные излияния мгновенно сменились воинственными призывами, где в хаосе смешалось все, что он помнил. «Бог это воин!» кричал он. «Посмотрите на Марстон-Мур, посмотрите на город, на этот возгордившийся город, полный тщеславия и греха, посмотрите на воды северно-красной от крови, как воды Чермного моря, власти мущие все горцевали и горцевали и переломали себе копыта. Это было твоим торжеством, Господи, и торжеством твоих святых заковать их царей в цепи, а вельмож в железные кандалы. Теперь настал черед коварного портного. «Благодарю вероломных шотландцев и их торжественный союз, и договор, и Келесбургский замок, ты, окорнавший себя пуританин», проревел он, «если бы не они, я бы снял мерку с короля, да сшил ему бархатную мантию высотою стауэр, и стоило бы только взмахнуть ее полой, и красноносый был бы теперь в темзе, поплыл по ней вниз, прямо в ад». «Врешь ты и не краснеешь», отозвался ткач, «никакого оружия мне не надо, я и так тебе это докажу, у меня будет челнок против твоей иглы, и я повалю тебя наземь, как Давид повалил Голиафа, это его», так пуритане непозволительно выражались о Карле Первом, «это именно его плотская, своекорыстная, мерзкое духовенство, заставило людей благочестивых искать слов утешения в горе у их же собственных пасторов, тех, что по справедливости отвергли всю эту бутафорию попистов, все эти батистовые рукава, паскудные органы и островерхьи дома». «Руфь, сестра моя, не искушай меня этой телячьей головой, из нее струится кровь, молю тебя, брось ее на пол, не пристало женщине держать ее в руках, даже ежели братья пьют эту кровь». «Горе тебе, мой противник, неужто ты не видишь, как пламя охватывает этот проклятый город, в котором царствует сын армениан и попистов. Лондон горит, горит, вопил он, и подожгли его полупописты, полуармениане, словом, проклятый народ, пожар, пожар! Последние слова он прокричал ужасным голосом, но и этот голос был просто детским писком в сравнении с другим, который подхватил эти стенания и прогремел их так, что все здание зашаталось. Это был голос безумной женщины, потерявшей во время страшного пожара Лондона мужа, детей, средства к существованию и, наконец, разум. Крик пожар со зловещей неизменностью воскрешал в ее памяти все пережитое. Женщина эта забыла с тревожным сном, но стоило ей услыхать этот крик, и она мгновенно вскочила, как в ту страшную ночь. К тому же была суббота, а она всякий раз больше всего боялась именно субботней ночи. Приступ безумия по субботам всегда возобновлялся у нее с особенной силой. Стоило ей только проснуться, как ее тут же начинала преследовать мысль, как бы ей скорее сию же минуту убежать от огня, и она с таким потрясающим правдоподобием разыгрывала всякий раз эту сцену, что Стэнтон был гораздо больше перепуган ею, нежели ссорой между двумя своими соседями. Законником и буйной головой Все началось с криков, что она задыхается от дыма, затем она спрыгнула с койки, стала просить зажечь свечу, и пришла в неподдельный ужас отозаривший окно вспышки света. Судный день вскричала она, судный день, небо и то в огне. Нет, не настанет он, надо еще сначала убить великого грешника, закричал ткач. ты вот все вопишь про свет да про огонь, а сама-то ведь пребываешь в кромешном мраке, мне жаль тебя, несчастная, сумасшедшая. женщина уже ничего не слышала. Она воображала, что карабкается по лестнице в детскую. Она кричала, что ее опалило, обожгло огнем, что она задыхается от дыма. Потом присутствие духа, казалось, оставило ее. И она отступила. Дети мои там, кричала она голосом, исполненным невыразимого страдания, и словно пытаясь собрать последние силы, я тут, я пришла, я спасу вас, о боже, они уже в огне, держи меня за руку, нет, не за эту, она обожжена и совсем слабая, ничего, все равно за какую, за платье держи, ах, и оно пылает, пусть лучше я сама сгорю дотла, ах, как потрескивают их волосики, только капельку воды для самого маленького, для моего малютки, для моего малыша, а там пусть я сгорю, она умолкла, и это было страшное молчание, ей чудилось, что падает горящая балка, та, что должна была сокрушить лестницу, на которой она стояла, крыша валится мне на голову, вскричала она вдруг, земля ослабела, и ослабели все, кто на ней живет, провозгласил ткач, я держу опорные столбы на своих плечах, женщина высоко подпрыгнула и пронзительно вскрикнула, это означало, что площадка, на которой она стояла, обрушилась, вслед за тем она спокойно смотрела, как дети ее скатываются вниз по горящим обломкам и исчезают в бушующем внизу пламени, гибнут один, другой, третий, все, тут голос ее перешел в невнятное бормотание, и она уже больше не корчилась в судорогах, а лишь слабо вздрагивала, это были далекие завывания стихающей бури, ей мнилось, что ушла опасность и осталось горе, что она стоит среди тысяч несчастных бездомных людей, что толпятся в предместьях Лондона в ужасные ночи после пожара без пищи, без крова, полуголые, взирающие в отчаяние на пепелища, в которые превратились их дома, со всем, что в них было, она, казалось, прислушивалась к их жалобам и даже проникновенно повторяла какие-то слова, однако неизменно отвечала тем же, но ведь погибли все мои дети, все. Примечательно было, что как только она раздражалась этими неистовыми криками, остальные все умолкали. Крик глубокого человеческого горя заглушал все остальные крики. Она была единственной во всем этом доме, чье помешательство не было связано ни с политикой, ни с религией, ни с пьянством или какой-нибудь извращенной страстью, поэтому как не страшны бывали вспышки ее безумия, Стэнтон всякий раз ждал их как некоего избавления от несообразного, нелепого и унылого бреда всех остальных. Но собранных с таким трудом сил его уже не хватало, чтобы справиться с ужасами этого дома. Все, что он видел там, угнетало его чувства, начавшие брать верх над разумом, он не мог не прислушиваться к пронзительным ночным воплям, раздававшимся вновь и вновь, и к щелканью бича, которым их усмиряли. Он начал уже терять надежду, заметив, что безропотная покорность, которая, как он рассчитывал, вызовет к нему снисхождение и, может быть, тем самым облегчит потом побег или просто убедит надзирателя в том, что он здоров, была истолкована этим черствым негодяем, который привык иметь дело только с различными формами сумасшествия, как утонченная разновидность хитрости этих больных, с которой ему часто приходилось сталкиваться и которой он всячески старался противодействовать. Вначале, как только Стэнтон осознал свое положение, он решил сделать все от него зависящее, чтобы сохранить в этих условиях здоровье и не повредиться умом, ибо в этом он видел единственную надежду на спасение, но, начав терять эту надежду, он стал с небрежением относиться и к способам, которыми добивался своей цели. Первое время он вставал рано, непрерывно ходил взад и вперед по комнате и пользовался малейшей возможностью побыть на свежем воздухе. Он усердно заботился о том, чтобы быть всегда в чистоте и одеваться опрятно, и был у него аппетит или нет, он заставлял себя съедать жалкую пищу, которую ему подавали. Все эти усилия доставляли ему даже, пожалуй, какую-то радость, ибо впереди была надежда на лучшее. Но теперь он стал проникаться равнодушием ко всему, он проводил половину дня на своем жестком ложе, там же он нередко принимал пищу, он перестал бриться и менять белье, и когда луч солнца заглядывал к нему в камеру, он только печально вздыхал и в безнадежном отчаянии поворачивался к стене. первое время, когда сквозь решетку проникала струя свежего воздуха, он всякий раз говорил благословенный воздух неба, я еще буду дышать тобою на воле, сохрани же всю свежесть свою до того восхитительного вечера, когда я буду вдыхать тебя такой же свободной, как и ты. Теперь же, ощутив эту струю, он только молча вздыхал. Теперь он уже не замечал ни чириканья воробьев, ни шума дождя, ни завываний ветра, звуков, к которым он, сидя на своем убогом ложе, прислушивался всегда с радостью, ибо они напоминали ему о природе. Иногда он находил вдруг какое-то мрачное и зловещее наслаждение в криках своих товарищей по несчастью. Он зарос грязью, сделался невнимательным ко всему равнодушным, и на него неприятно было смотреть. В одну из таких унылых ночей, когда он метался на своем ненавистном ложе, еще более ненавистным от того, что, когда он его покидал, ему становилось еще тягостнее от охватывавшей его тревоги, он вдруг увидал, что едва горевший в очаге огонь заслонен каким-то темным предметом. Словно в полусне он повернулся к огню, не испытав при этом ни любопытства, ни волнения, а одно только желание, чтобы мрачное однообразие его жизни было хоть чем-нибудь нарушено, пусть даже случайным мимолетным смещением теней в окружавшем его сумраке. Между ним и тлевшим в очаге огнем стоял Мелмот, в точности такой, каким он видел его в первый раз, та же фигура, то же выражение лица, холодное, каменное и неподвижное, те же глаза, сверкавшие ослепительным дьявольским огнем. Снедавшая Стентона страсть вскипела в нем с новой силой. Появление это он воспринял как предвестие грозной роковой встречи, он услышал, как сердце его застучало и мог бы воскликнуть вместе с несчастной героиней Натаниэла Ли. Оно томится так, как трусы перед битвой. Прислушайся, уже трубит труба. Мелмот приблизился к нему с тем ужасающим спокойствием, которое как бы насмехается над вызванным им страхом. Пророчество мое сбылось. «Ты подымаешься мне навстречу гремя цепями и шурша соломой». «Ну что, разве я не оказался пророком?» Стэнтон молчал. «Разве не горест на положение, в которое ты попал?» Стэнтон продолжал молчать. Он начинал уже верить, что все это привиделось ему в бреду. «Как он мог пробраться сюда?» подумал он. «Так неужели тебе не хочется освободиться?» Стэнтон заворочался на своей подстилке, и шорох этот был, казалось, ответом на вопрос пришельца. «В моей власти освободить тебя?» Мелмот говорил очень медленно и тихо, и мелодичная мягкость его голоса составляла разительный контраст с каменными чертами его лица и сверхъестественным блеском глаз. «Кто вы?» «И откуда вы явились?» спросил Стэнтон голосом, который он хотел сделать вопрощающим и властным, но который дни жалкого прозябания в этих стенах сделали одновременно и слабым, и жалобным. Унылый гнетущий вид всего, что его окружало, повлиял на его рассудок, как то случилось с другим человеком, попавшим в такую же обстановку. Когда того привели к врачу на осмотр, было обнаружено, что он оказался совершеннейшим альбиносом. Кожа его побледнела, глаза стали белыми, он не мог выносить света и отворачивался от солнца. Судорожные движения его, в которых были и слабость, и беспокойство, походили больше на метание больного ребенка, а не на действие способного постоять за себя мужчины. Таково было и положение Стентона. Он совсем ослабел, и ни тело его, ни дух не могли противостоять силе его врага. Из всего состоявшегося между ними страшного разговора в рукописи можно было прочесть только следующие слова. Теперь ты знаешь меня. Я всегда вас знал. Это ложь. Ты вообразил, что знаешь, и это стало причиной всех диких со стороны того, что тебя в конце концов поместили в эту обитель скорби, где только я один могу оказать тебе помощь. Ты дьявол. Дьявол. Что за грубое слово? Так кто же это интересно, дьявол или человек водворил тебя сюда? Послушай, что я тебе расскажу, Стентон. Нет, не прячь голову в это жалкое одеяло, оно не заглушит моих слов. Поверь, даже если ты начнешь кутаться в грозовые тучи, тебе все равно придется меня выслушать. Подумай только, Стентон, в какое бедственное положение ты попал. Взгляни на эти голые стены, что они могут сказать уму или сердцу. Кругом одна только звездка, глазу не на чем остановиться, кроме каракуль, который твои счастливые предшественники нацарапали углем или кирпичом. Ты любишь рисовать? Ну так тебе будет чем поразвлечься. А вот решетка, сквозь которую солнце смотрит на тебя искоса, как напасанка, а ветер дует так, как будто хочет истерзать тебя, воскрешая в памяти твоей вздохи сладостных уст, поцелуем которых тебе никогда уже не придется насладиться. А что стало с твоей библиотекой? Ты же человек просвещенный, немало поездивший по свету, повторял он с язвительной усмешкой. А где твои друзья, твои хилые земляки, как сказано у твоего любимца Шекспира? Тебе приходится привыкать к другому обществу, смотреть, как вокруг твоей соломенной подстилки ползает паук, слушать, как скребется крыса. Я знаю, что они заводили дружбу с узниками бастилии, и те их прикармливали. Подумай, не пора ли заняться этим и тебе? Я видел, как паука приучили доползать по руке до кончика пальца, а крысу приходить как раз в те часы, когда приносили обед, который делил с ней ее собрат по тюрьме. Какая же это радость, когда в гости к тебе являются ползучие твари. Ну, а если им не приготовлено угощение, они принимаются за своего кормильца. Дрожишь? Ничего ты не первый, кого пожирала нечисть, что гнездится в камере. Вот уж пир так пир, когда не ты что-то ешь, а когда едят тебя самого. Единственное, чем гости твои выкажут раскаяние, когда начнут тебя пожирать, они будут скрижетать зубами, и ты это услышишь, а может быть, и почувствуешь тоже. Ну, а уж раз речь зашла о еде, то надо сказать, кормят тебя отменно. Суп, который до тебя лакала кошка, а может вместе с ней отведали и котята, чем же это не суп? А чего стоят часы одиночества, которые ты здесь вкушаешь, окрашенные голодными воплями, безумными криками, щелканьем бичей и безутешными рыданиями тех, кто подобно тебе, сочтены сумасшедшими или доведены до сумасшествия преступными действиями других? Неужели ты еще думаешь, Стэнтон, что ты не повредишься в уме от всего, что здесь видишь? Но представь себе даже, что рассудок твой не ослабеет, и здоровье окажется достаточно крепким. Представь себе, хоть это и невозможно вообразить, как же должны воздействовать все эти картины ужаса, которые повторяются без конца на все человеческие чувства? Настанет ведь время, и это будет скоро, когда, повинуясь одной только силе привычки, ты и сам начнешь вторить криком каждого несчастного безумца, живущего бок о бок с тобой. Потом ты умолкнешь, обхватишь руками гудящую голову, и в тревоге и страхе начнешь вслушиваться в эти крики, пытаясь решить, исходят они от них или от тебя самого. Придет время, когда ничем не занятому, угнетенному страшной пустотой, от которой некуда будет деться, тебе неудержимо захочется слышать эти крики, от которых тебя сначала бросало в дрожь, когда тебе захочется следить за беснованиями твоего ближайшего соседа с тем же вниманием, с каким ты следишь за ходом пьесы на сцене. Все человеческое в тебе будет убито. Бред этих несчастных станет одновременной забавой твоей и мукой. Ты будешь прислушиваться к каждому его звуку, чтобы потом передразнивать их, щерясь и завываясь дьявольской злобой. У человека есть способность применяться к обстоятельствам, в которых он живет. И ты испытаешь на себе эту горькую долю с ужасающей силой. Вслед за тем явится мучительное сомнение в том, что ты в здравом уме. Страшное предвестие того, что это сомнение перейдет потом в страх. А этот страх превратится в уверенность. Может статься, что еще ужаснее, страх этот в конце концов перейдет в надежду, отверженный обществом, всецело зависящий от произвола грубого надзирателя, страдающий от собственного бессилия в стороне овладеть собой, лишенный всякой связи с людьми и их сочувствия и имеющий возможность обмениваться мыслями лишь с теми, кого на место мыслей осаждают призраки, исчадия утраченного разума и успевший забыть, что такое ласка и человеческий голос, ибо все, что может показаться ими, ничто иное, как те же зловещие вопли, и, убедившись в этом, хочешь только поскорее зажать себе уши. Может статься, что в конце концов страх твой превратится в еще более страшную надежду. Тебе захочется стать одним из них, чтобы спасти себя от муки понимания происходящего, как человека, склонившегося над пропастью и долго в нее глядящего, охватывает в конце концов желание броситься вниз, чтобы наконец избавиться от нестерпимого головокружения. Так и ты, услыхав, как в разгар неистовых приступов люди эти вдруг начинают хохотать, скажешь, конечно же, у этих несчастных есть утешение, а у меня нет никакого. В этой обители ужасов самое большое проклятие для меня это мой здравый ум. Они с жадностью поедают убогую пищу, которую нам дают, а мне противно даже смотреть на нее. Они подчас крепко спят, а мой сон тревожнее, чем их пробуждение. Каждое утро им придают силы какие-нибудь новые иллюзии. В безумии своем они измышляют различные хитрости и способны тешиться надеждой бежать, ускользнуть от надзирателя или как-нибудь поиздеваться над ним. Мой здравый ум лишает меня этой надежды. Я знаю, что мне никогда не удастся бежать отсюда, и способность думать, которую я не потерял, только усугубляет мои страдания. Я разделяю здесь другими все тяготы, но у меня нет тех утешений, которые есть у них. Они смеются, я слышу их смех. О, если б я мог смеяться так, как они, ты попытаешься вторить им, и самим усилием этим призовешь демона безумия прийти завладеть тобой с этой минуты навеки. В этом месте рассказывалось подробнее о тех угрозах, к которым прибегал Мелмот, и о тех средствах, которыми он пытался искушать Стэнтона, но подробности эти слишком ужасны, чтобы о них здесь упоминать. Одна из них может служить примером. Ты думаешь, что умственные способности человека есть нечто отличное от жизненной силы его души, или иными словами, что даже если разум твой будет поврежден, что в действительности почти уже и случилось. Душа твоя сможет в полной мере насладиться блаженством, которое создает развитие ее возросших и возвысившихся дарований, и все тучи, которые заволакивали их, рассеет солнце справедливости, и лучи его будут ласкать тебя до скончания века. Так вот, не вдаваясь в метафизические тонкости касательно различия разума и души, скажу тебе, что нет такого преступления, которое бы не соблазнило сумасшедших, и на которое бы они не пустились, занятие их причинять другим вред, привычка жить во зле. Убийство для них всего лишь забава, а кощунство истинное наслаждение. Может ли в этом положении душа надеяться на спасение суди сам? Но только мне кажется, что с потерей рассудка, а в этих местах невозможно долго сохранять трезвый ум, ты лишаешься также и надежды на бессмертие. Послушай, немного помолчав, сказал искуситель, послушай несчастного, который тут вот, рядом с тобою, бредит и извергает такие кощунства, от которых содрогнулся бы и сам дьявол. Когда-то это был выдающий сапуританский проповедник. Полдня ему все кажется, что он стоит на кафедре, и он осыпает проклятиями папистов, армениан и даже инфра-ляпсариев. сам он принадлежит к числу субля-псариев. Он обличает их с пеной урта, корчится, скрижащит зубами. Можно подумать, что сам он спустился в ад, о котором он столько говорит, и что огонь и сера, на описание которых он не жалеет красок, изрыгаются из его открытого рта. Ночью вера его обращается против него самого. Ему чудится, что сам он один из тех нечестивцев, которых он весь день обличал, и он проклинает Бога как раз за то самое, за что славил его днем. Тот, кого он в течение двенадцати часов провозглашал лучше десяти тысяч других, становится теперь предметом его дьявольской вражды, и он осыпает его проклятиями. Он впивается в железные прутья своей койки и кричит, что вытаскивает крест вкорененный в глубины Голгофы. И примечательно, что насколько утренние его проповеди полны живительной силы и красноречивы, настолько ночные кощунства оскорбительны и ужасны, слышишь? Он уже опять вообразил себя злым духом. «Вслушайся же в эти потоки дьявольского красноречия!» Стэнтон прислушался и содрогнулся. «Беги отсюда!» «Спасай себя!» воскликнул искуситель. «Вырвись к жизни, свободе, здоровью!» «Благосостояние твое, умственные способности, может быть, даже бессмертие, зависит от выбора, который ты сделаешь в эту минуту. Вот дверь, ключ от нее у меня в руке. Выбирай же!» «Выбирай!» «А как же это ключ мог попасть в ваши руки?» «И на каких условиях вы хотите освободить меня?» спросил Стэнтон. Объяснение занимало несколько страниц. Но как не мучился над ними юный Мелмот, он не в силах был ничего разобрать. Как будто все же Стэнтон отказался от свободы, которую ему предлагали. С гневом и ужасом, ибо в конце концов Джон разобрал слова «Прочь от меня чудовище, дьявол! Убирайся отсюда во свояси! Даже эта обитель ужаса и та боится твоего появления. Стены ее покрываются потом, а каменный пол содрогается под твоими ногами». Заключительная часть этой необыкновенной рукописи была в таком состоянии, что из пятнадцати полуистлевших и покрытых плесенью листов Мелмот едва мог разобрать какие-то несколько строк. Должно быть не один археолог, развертывая дрожащей рукой окаменевшие свитки рукописи, найденные в Геркулануме, и воодушевленной надеждой отыскать утраченные стихи Энеиды, начертанные рукою самого Вергилия или хотя бы непристойные строки Петрония или Марциала, проливающие свет на таинство Спинтри или на фаллические оргии, никогда не вглядывался так внимательно в текст и не качал потом головой с таким безнадежным отчаянием. То, что он мог извлечь из этих страниц, не только не утоляло его любопытство, но, напротив, еще больше его разжигало. В рукописи больше не было речи о Мелмате, но говорилось, что Стэнтон в конце концов освободился из своего заточения, что он продолжал преследовать Мелмата непрерывно и неутомимо, что сам он понимал, что сделался маньяком и что величайшая страсть всей его жизни обернулась ее величайшей мукой. Он снова отправился на континент, потом еще раз вернулся в Англию, ездил, выведывал, выслеживал, подкупал людей, но все было напрасно. Существа, которые он трижды встречал при таких удивительных обстоятельствах, ему больше уже ни разу не суждено было увидеть. В конце концов, узнав, что Мелмат родом из Ирландии, он решил отправиться туда и осуществил это намерение, но и там все его усилия оказались напрасными, и он так и не получил ответа на мучившие его вопросы. Родные Мелмота ничего о нем не знали, во всяком случае, если даже что-то и знали или предполагали, то не сочли возможным сообщить это незнакомому человеку и Стэнтон уехал неудовлетворенный. Любопытно заметить, что и он сам, как то явствовало из многих наполовину стерших со страниц рукописи, никогда ни одной живой душе не обмолвился о содержании их разговора с Мелматом в стенах сумасшедшего дома. Даже малейший намек на это обстоятельство вызывал в нем приступ бешенства и повергал потом в мрачное настроение, причем и то, и другое необычностью своей вызывало тревогу во всех окружающих. Он, однако, оставил рукопись в руках семьи, считая, может быть, что кольскора это люди нелюбопытные и совершенно равнодушные к своему родственнику и вообще не привыкшие что-либо читать, будь то даже книги, рукопись его будет в полной сохранности. В действительности же должно быть поступок этот был вызван отчаянием, какое бывает у гибнущих на море, когда они вкладывают предсмертные свои послания в бутылку и, запечатав, вверяют ее потом волнам. Последние строки рукописи, которые оказалось возможным прочесть, были довольно странны. «Я ищу его повсюду. Желание еще раз встретиться с ним превратилось в страсть, которая все разгорается. Без этого для меня больше нет жизни. Тщетными оказались и последние мои поиски, когда я поехал в Ирландию, узнав, что он родом оттуда. Быть может, последняя наша встреча будет...» На этом кончалась рукопись, которую Мелмот нашел в кабинете дяди. Дочитав ее, он в изнеможении опустил голову на стол и застыл, дав волю круговороту обуревавших его чувств. Мысли его были напряжены и вместе с тем словно оцепенели. Так прошло несколько минут. Очнувшись, словно от толчка и подняв голову, он увидел глядевшие на него с холста глаза. Отделенные от него какими-нибудь десятью дюймами они показались ему еще ближе от осветившего их внезапно яркого света и от того, что это было единственное в комнате человеческое лицо. На какое-то мгновение Мелмоту даже почудилось, что губы его предка зашевелились, словно тот собирался что-то ему сказать. Он посмотрел ему прямо в глаза. В доме все было тихо, они остались теперь вдвоем. Наконец, иллюзия эта рассеялась, а так как человеку свойственно бросаться из одной крайности в другую, Джон вспомнил вдруг о том, что дядя приказал ему уничтожить портрет. Он впел са в него. Рука его сначала дрожала, но пришедший ветхость холст не стал ей противиться. Он выдрал его из рамы с криком, в котором слышались и ужас, и торжество. Портрет упал к его ногам, и Мелмот содрогнулся от этого едва слышного звука. Он ждал, что совершенное им святотатство сорвать портрет предка, более века провисевший в родовом доме, исторгнет из этой тишины зловещие замогильные вздохи. Он прислушался. Не было ни отклика, ни ответа, но когда измятый и разорванный холст упал на пол, то черты лица странно искривились, и на губах как будто заиграла усмешка. Лицо это на мгновение словно ожило, и тут Мелмот ощутил неописуемый ужас. Подняв измятый холст с полу, он кинулся с ним в соседнюю комнату, и там принялся рвать и кромсать его на мелкие куски, бросив их в камин, где все еще горел торф, он стал смотреть, каким ярким пламенем они вспыхнули. Когда последний клочок догорел, он кинулся в постель в надежде забыться крепким сном, он исполнил то, чего от него требовали, и теперь чувствовал сильнейшее изнеможение, как физическое, так и душевное. Однако сон его оказался далеко не таким спокойным, как ему хотелось. Он ворочался сбоку на бок, но ему никак не давал покоя все тот же красный свет, слепивший глаза и вместе с тем оставлявший всю обстановку комнаты в темноте. В эту ночь был сильный ветер, и всякий раз, когда от его порывов скрипели двери, казалось, кто-то ломает замок, что чья-то нога уже на пороге. Но во сне или наяву определить это Мелмот так и не мог, увидел он в дверях фигуру своего предка. Все было так же смутно, как и тогда, когда он видел ее в первый раз, в ночь, когда умер дядя. Так и теперь он увидел, как человек этот вошел в комнату, подкрался к его кровати и услышал, как он прошептал, что же, ты меня сжег, только такой огонь не властен меня уничтожить. Я жив, я здесь, возле тебя. Вздрогнув, Мелмот вскочил с кровати. Было уже совсем светло. Он осмотрелся. В комнате, кроме него, не было ни одной живой души. Он почувствовал легкую боль в правом запястье. Он посмотрел на руку. Место это посинело, как будто только что его силой кто-то сжимал. по до 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 Продолжение следует...